Вы в фильме «Последний звонок» очень четко обозначили огромный ряд проблем, которые присутствуют в нашем образовании сегодня. И вы ставите верный диагноз, что первопричиной всему этому являются те общественные и экономические отношения, которые господствуют в нашем обществе сегодня. Как я вас дословно процитирую, что без коренного изменения экономической и общественной модели невозможно помочь нашему образованию. То есть, по сути, вы говорите, что проблемы решить невозможно без революционных преобразований по типу 25 октября 1917 года. Вы нас призываете к революции? Конечно, в истории человечества немало примеров того, как количественные изменения переходили в качественные с потрясениями. Но я хотел бы, чтобы мы перестали как мантру повторять сейчас Столыпинский лозунг о том, что если России не будет предоставлено 20 лет спокойствия, то мы получим потрясение. Мне кажется, что 20 лет соглашательства с деградацией, еще 20 лет, 20 лет молчаливого смирения, при том, что наши оппоненты вовсе не собираются сидеть сложа руки. И если ты для себя исключаешь борьбу, если ты для себя исключаешь противоборство, то они борьбу ни на минуту не прекращали. И тот триумф, который ими был одержан в начале 90-х, они сделали все для того, чтобы его закрепить, для того, чтобы воспользоваться его плодами. Поэтому для кого-то это будет эволюция, а для большинства общества это будет деградация. И цена этой мягкой эволюции, тихой деградации может оказаться гораздо выше, чем цена борьбы. Второе, даже проклятые сегодня на каждом углу поносимые, поносящиеся наши официальные историографии большевики, они вообще-то, да, при том, что они вели в какой-то момент вооруженную борьбу против самодержавия, призывали к его свержению, против царского правительства, тем не менее, они проповедовали вообще-то мирный способ решения вопроса. Они были далеко не кровожадными людьми, если бы они не были таковыми, то, скажем, господин Деникин не написал бы, в свою очередь, русской смуты, да, и его бы не отпустили, и того же Петра Николаевича Краснова, сколько его, дважды или трижды отпускали. Так честное слово. Да, то есть инициаторами, на самом деле, гражданской войны и гражданского противостояния, ведь это пугает в первую очередь, да, в стране. Были в первую очередь реакционные силы, реакционные классы, класс капиталистов, которые ни за что и никогда не хотели расставаться с проглоченным куском. Но нужно понимать, что этот проглоченный кусок, проглоченный в 91-м году кусок, это будущее всех нас, будущее в том числе детей, которые ходят в школы сегодня, пошли в первый класс, да, и вот то, какими их переварит сегодняшняя по либеральным чертежам перестроенная школа, это то, какими они станут людьми. И этих людей можно, на самом деле, потом, воспитав их так, да, вот в антисоветском, скажем, в духе такого воинствующего индивидуализма, потребительства, этих людей можно потом в любую мясорубку загонять. И, собственно говоря, пример Украины это показывает. Многое из того, что мы делаем и то, что мы говорим, на самом деле, объясняется, инициировано тем ужасом, который у нас на Украине, как пример, разворачивается. И мы видим, что законы капитализма, они одинаковые, они применимы в любой абсолютно стране, в любой общественной среде, и если ты складываешь эти компоненты, эти ингредиенты в такой же последовательности, как на Украине, ты получишь Украину. Хочешь ты этого не хочешь, можешь сколько угодно ходить с кадилом, говорить о скрепах, о сохранении единства и неделимости отечества, но у капитала совершенно другие интересы, и ни единства, ни отечества, капитал не волнует абсолютно, и образование капитал не интересует, и жизнь детей капитал не интересует, как мы совсем недавно в этом убедились. Поэтому без объявления войны этому самому все разъедающему началу, денежному началу вот этой страсти к наживе, это не означает, что ничего изменить нельзя в принципе. Когда мы говорим в фильме, что деградация образования связана с деградацией экономических и общественных отношений, это не означает, что поставив такой диагноз, мы должны поднять руки вверх и отойти в сторону. Если бы, вот скажем, в XIX веке или в начале XX века русские писатели, просветители, русские историки, русские деятели культуры, включая какого-нибудь римского Корсакова, если бы они отказались от своей просветительской миссии, если бы они отказались от того, чтобы от ведения разъяснительной работы, от того, что потом Ленин назовет попытками разбудить каждое следующее поколение, то ничего бы не произошло, и, простите, 12 апреля 1961 года, для того, чтобы Гагарин полетел в космос, сначала кто-то должен был заразить мечтой русского школьника, из которого должен был бы вырастить Солковский, правильно? Из которого, в конечном счете, из студента Тифлийской семинарии должен был вырасти революционер, неспровергатель, Иосиф Сталин. Невозможно по щелчку пальцев раз вернуть образование, восстановить Советский Союз, мы к этому не призываем, это просто невозможно. Но если не говорить об этом, не вести никакой борьбы, не вести никакой пропагандистской работы, то, в конечном счете, вся поляна останется за теми, кто и так уже победил в 1991 году. Вот о чем разговор. Но еще очень важно, да, общество живет иллюзиями, оно погружено в иллюзии, и многим кажется, что вот эти вопиющие проблемы в образовании, в других областях нашей жизни, они являются такими устраняемыми частностями, что если мы накажем конкретного человека, перестанут, предположим, гореть торговые центры. Если мы устраним из системы образования конкретные фамилии, то внезапно поменяется общий курс преподавания истории. Этого не будет, потому что дело не в конкретных личностях, хотя, конечно, конкретные личности причастны к той или иной ситуации, у каждой проблемы есть фамилия, имя, имя и отчество, я с этим не спорю. Но без изменения вот этих фундаментальных основ иллюзии у людей будут сохраняться, им будет казаться, ну вот поначалу, когда мы только проект запустили, приходило множество комментариев, ну вот вы все ругаете, 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 почему вы не объясните, что можно починить, как можно починить? Чинить можно, так же, как мы говорим, призывать к чтению. Вот, например, Евгений Юрьевич записывает из лекции, там, постоянно лекции, а это что? Это разъяснительное... Люди сегодня не знают там имен и фамилий элементарных из курса отечественной или мировой истории. Люди не знают, подрастающее наше поколение не знают ничего. Даже это, даже введение такой борьбы с безграмотностью является пропагандистской работой, является формой противодействия вот тому... мраку, деградации, в которую мы погружаемся. Но вот эти иллюзии, что мы можем чего-нибудь где-нибудь подкрутить аккуратно, ну вот там, не знаю, поменять 2-3 чиновников, 2-3 чиновников, вот, допустим, нехороший человек Дворкович, сейчас заменим Дворковичем, и все не пойдет по-другому. Не в Дворковича дело. Дворкович – это производная. Почему я каждую программу свою начинаю вот этим рефреном этой мандрой о причинах и следствиях? Потому что у нас разрушена способность к логическому мышлению. Мы перестали понимать, откуда взялось и что вызвало то, что у тебя перед глазами находится. Мы имеем дело, вот у нас туннельное мышление, вот как у кошки. Кошка видит перед собой мышь, для нее мышь в есть единственное время и место. Чего котов-то обижаешься? Я не обижаю, я говорю, что для кошки в данный момент времени кроме мыши ничего не существует. Мы, к сожалению, наша аудитория ведет себя так же. Вот я вчера, например, как просто с потолка взятую иллюстрацию, я вчера был в Рео-Новостях на презентации конкурса детского рисунка «Эра фантастики». Мы познакомились с организаторами конкурса на презентации нашего проекта в Госдуме, куда нас позвали коммунистов. И там пошел разговор о том, что дети перестали мечтать. Пришел представитель Союза писателей, по-моему, нашего языка, кажется, и жаловался, что они конкурс фантастических рассказов провели в стране, а одна из его участниц, ну, знакомство с участниками, у писателей началось с того, что молодая писательница, 19-летняя, призналась в том, что она уже к этому возрасту, в этом возрасте уже лечилась от алкоголизма. Вот такая фантастика, вот такие контуры будущего. Потом они начинают разговаривать, а какое будущее, а какое будущее. А будущее состоит из продукции голливудской, заполнившей наши кинотеатры, где фантастика, образ будущего. Это один человек, разрубающий другого, там, какую-нибудь обезьяну лазерным мечом, где все друг друга убивают, где пришельцы хотят кого-нибудь сожрать. Разве это, этот образ будущего, разве это фантастика? Сидит герой Советского Союза, космонавт вместе с нами, да, который говорит, а мы-то о другом мечтали, а наш образ будущего, это Беляев, это Стругацкий, правильно? Вот. И это Ефремов. И нужно понимать, что один образ будущего опирается обеими ногами на общественную, экономическую формацию, которая его порождает. И другим этот образ будущего, неживодерским, не может оказаться. А другой образ будущего нами утраченный, тот, который, в общем-то, подарил нам и космическую цивилизацию, и Гагарина с Королевым. Это образ будущего, построенный на совершенно других основаниях. И вот без разговора об основаниях невозможно заставить детей рисовать Гагарина. Невозможно. Они все равно будут рисовать Спайдермена. Вот в чем фокус. И когда ты это произносишь, и люди, которые собрались на пресс-конференцию, с тобой соглашаются, понимаешь, что, в принципе, это вещи-то простые и понятные. Что тут особенно мудрствовать? Это действительно так и есть. И космонавты вспоминают, чего они пошли по этой звездной дороге, какие их книги увлекли, и что эти книги имеют общего с сегодняшним фэнтези, с Гарри Поттером и с прочим. Фэнтези, которая вытеснила сегодня мечту о будущем, о переустройстве собственного будущего и будущего всего мира. Вот, поэтому... Слушай, да я тебе перебил. Вот смотрите. Вот трагедия кинеку произошла, да? Знаете, да, где был очаг, да? Что-то... Между этажами? Да нет. Ну, там, где детские... Слушайте, но мы в своем детстве вот там время не проводили. Мы проводили его на улице. Играли в футбол, в хоккей, катались на лыжах, в шарке, в штрите-разбойнике, в пятое-десятое. Понимаете, даже вот форма развлечения детей мамаша ведет своего ребенка вот в эту дрянь, извините, паралонную, чтобы он там попрыгал, побегал. А тот, кто этот центр построил для того, чтобы ободрать родителей, чтобы они несли... Они для чего? Детей-то туда ведут. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы на родителях обогащаться. Для того, чтобы родителей занять шопингом, а с детей со встречкой... Я же сам в такие же... Ты чего в детстве не повела ребенку? Нет, Жень, они располагают этот игровой центр специально, так же, как кимтеатр. На самом высоком этаже. Для чего? Чтобы все пошли поели наверху. Какая там эвакуация? Вот мы когда сейчас делали программу, потому что многих возмутило то, что мы после Кемеровского... Не мы с Евгением Юрьевичем, а я лично после Кемеровской трагедии достаточно резко высказались по поводу роли наших предпринимателей в сегодняшней жизни. Мне пришлось объяснить, что, ну, извините, в том же Кемерово закрыто за последнее время больше десяти, за последние 25 лет распродано, приватизировано даже не больше десяти, а десятки детских кинотеатров. Старых советских кинотеатров... Они, кстати, знаете, как строились? У них три выхода было. Большие. Потому что там было понятно, они еще и с дерева иногда делались, там, вон и годы. Что если вдруг чего, люди моментально должны быть способны покинуть это здание. Я сам, у нас был кинотеатр Родины, и ДК Маша. Вот там невозможно было ничего подобное организовать. А здесь это ловушка как для душ человеческих, потому что это ужасно, но дети то, что показывают сегодня в наших кинотеатрах, убивают их не хуже, чем пламя или руки каких-нибудь уголовников. Вот. Как душу уничтожают, так и тело. Это кто делает? Это конкретные частные люди делают? Или это делает система общественных экономических отношений? Это делает система общественных экономических отношений. И когда дети в третьем классе или во втором классе начинают разговаривать друг с другом матом, когда они начинают учителям показывать неприличные жесты, да, это происходит не потому, что они плохие. Невозможно найти, ну, есть такой подход, да, вот идеалистический подход, основанный на поиске всегда изолированной причины, мыши той самой, о которой я говорю, будет сводиться к тому, что плохой Петров, Петров плохой, у него семья неблагополучная, изолировать Петрова, останемся в десятером, двадцатером, дети нормальных родителей, все будет хорошо. Не будет хорошо. Невозможно таким образом изменить среду, потому что общественное бытие определяет общественное сознание. И не меняя общественное бытие, и не говоря об общественном бытии, невозможно ничего, в общем-то, изменить. В конечном счете, суть-то в чем, да, вот нашего проекта в частности. Мы же говорили с самого начала, если не будет предприниматься шаги по исправлению общей ситуации, не только в образовании, а в целом, да, то рано или поздно за штурвалы самолетов, все люди, которые не смогут управлять этими самолетами, в операционную придут молодые хирурги, которые не будут знать, с какой стороны подходить к пациенту и так далее. Это происходит уже сейчас. И вот она цена такой эволюции, если ей не сопротивляться. А за хорошую медицину и оборудование будут платить богатые врачи. Да я не понимаю, собственно говоря, не гарантирую. Не гарантирую. Я вот, кстати, хотел вам задать вопрос в связи с тем, что Константин работал, но не вам только, а вообще. А вы последнюю ситуацию в СМИ по госам, по литературе, кто-то отслеживал, кто-то вообще знаком с ней? А вы сейчас читали. А? У вас настоящее читали. Не только, да? Ну, у меня это как раз нет. Я не веду вот то, что в средствах массовой информации начался такой накат на госы. Да. Видели, что Милкус писал? Кто? Милкус, Александр Милкус. Нет, не видела, что он писал. А он как раз в Масамолке в Коломенкус написал, что словесники и в Мавровых хотят такого здорового развития литературы, а не в этой космосе, кстати. Мы позвольте, я вам сейчас, кстати, да, послушайте про Амилку, потому что я вам расскажу, вот завтра будет общественный совет, я считаю, министерство. Я как член общественного совета туда еду. Милкус тоже член общественного совета. Значит, он был до вот своего назначения в этот общественный совет за подделом образования в комсомарской правде. Ну, то, что он человек абсолютно таких вот, ну, не нашим взглядом, это совершенно очевидно. И то, так вот, я возвращаюсь к тому, о чем вы говорите. Вот сейчас, полтора года назад, условно говоря, на министерский кресло пришла Васильева. Мы же не делаем никаких иллюзий, и не, правильно Константин говорит, мы не говорим, что смена одного человека в министерском кресле, она приведет к изменению вообще ситуации в целом. Но смотрите, что происходит. Любая попытка даже покуситься со стороны одного человека и очень узкой группы лиц, которые ее поддерживают, на то, что вот эти ребята 25 лет делают в образовании, оно уже вызывает жуткую ненависть. Понимаете? И вот они сейчас, для чего это делается? Сейчас понятно, что будет формироваться новый состав правительства. Вот пойдет инаугурация президента, значит, и будет новый состав правительства. Как сказал господин Греф, ключевая должность в нынешнем составе правительства это министр образования. И он во многом прав. Ну вот. Понятно, что эти ребята, они учатся на ошибках, в отличие от многих из нас. Они уже потеряв это кресло предвыборной кампании с 16-го года, понятно, что Ливанова отдали на съедение, чтобы заткнуть рот, когда Медведев на, там, в Алтайском или в этой форме, ну, в очередной раз неудачно. Ляпнул по поводу учителей, да? надо было смакишировать эту ситуацию, но отдали на съедение этого Ливанова. Назначили, так они, слушайте, они хотят этот пост себе вернуть. И они искали любую малейшую возможность, чтобы зацепиться и устроить по уже известному, хорошо отработанному алгоритму, атаку, по принципу, шум, смерти, не помеха, чтобы потом главе государства продать и сказать, вы посмотрите, 800 словесников против, эта газета опубликовала против, эта газета против, это против, всеэкспертный сообщество, вы какого министра держите, вам что больше делать нечего, вам надо сейчас успокоение, как говорил, что вы, а тут идет вот, вот что они делают, понимаете, это самый нерзкий ест, понятно, что какие-то концы шаги были предприняты, но я боюсь, что вот, а они действовали все время как руководить и подлинненько, понимаете, то они сидели в тишине, но сейчас-то вылезли, самые главные, Кузьминов, Осмолов, Коспаржак, вся вот эта вот верхушка, все эти шоу, понимаете, при Сталине она была расстреляна, как враги народа, и никто бы не плакался, что это реалии белых и пушистых, что... Я думаю, что, Женя, при советской власти они были просто к образованию на почве выстрел, они были расстреляны, причем, я просто тебе говорю, я образно выражаюсь, я к тому, что там разговор с такими людьми был короткий, короткий, понимаете, а сейчас у нас на голубом глазу выходит тот же Путин и его представляет на центральном телевидении как лучшего министра финансов, да, и будущего главу правительства. Вы чего народ-то злите? Вы чего не понимаете, кто такой кудрит? Понимаете? Поэтому я вам говорю, что вы сейчас вступаете, вот вы и вам, мы-то, ладно, на тертой калаче, чтобы вы понимали, что вот эта борьба, она идет и на глобальном уровне, и даже вот на таком шкурном уровне, чтобы занять министерское кресло и чтобы, условно говоря, продолжать вытворять то, что они вытворяли безнаказанно. А обвешивать это такой патриотической риторикой можно. Я вот умоляю, вы посмотрите, я вот просто многих наших нынешних политологов, журналистов, которые вот на центральных каналах, экспертов, так называемых, господи, да они пять лет назад говорят, совершенно обратная вещь. Абсолютно. Понимаете? Они топили там про Запад, про, значит, интеграционные процессы и т.д. Сейчас они стали святые папы Римского, они такие произносят речи, понимаешь? А как сейчас, извините, вывезла вся вот эта церебожная шобла? Видите, вот эти вот наследники вот этой НТСовской, вот этой власовщины, понимаете? Они сидели до поры до времени. Такое впечатление было, что они ждали столетия октября, чтобы всю свою ненависть к октябрю, к советской власти выписнуть. И причем они пошли в атаку так, и с таким открытым забралом и с такой злостью, что сами кукловоды испугались их. Извините, на некоторых каналах центральных, я не буду говорить никаких, просто закрыли целые программы, где эта публика витийствовала, в том числе небезызвестный Мирор. Понимаете? Потому что люди сами содрогнулись и испугались. Такое впечатление, если бы перед ним сейчас поставили бы пулемет Максим, он бы не задумывались нажал бы на гостерку, чтобы погасить и либералов, и, условно говоря, коммунистов. Понимаешь? Но все это сделало бы как стойкие хорубь и носит и перекрещать, что называется. Вот о чем лично идет. Константин Викторович, вы когда в фильме показываете, то есть документальный фильм, основанный на предметном анализе тех проблем, которые существуют, логично, что следом должен последовать вывод о возможных моделях будущего. Задумывались вы когда-нибудь над этим? Какие возможные модели будущего для мегонациональной России? Проще всего сказать, что я хотел бы СССР 2.0, я хотел бы, чтобы все было как раньше. Нет, безусловно, для того, чтобы, во-первых, как раньше не бывает никогда. И даже в 17-м году не было, как в 1870-м в Париже. И история развивается по спирали, она в восходящем режиме разворачивается. Поэтому буквального повторения, конечно, того, что было представить нельзя. Но очевидно сегодня, мне кажется, это очевидно становится не только для нас, носителей советской традиции, ностальгирующих по тому, что утрачено. Вот мы плачемся по коммунизму, потому что, значит, вот была трава зимнее. Как, кстати говоря, оппоненты в споре об образовании постоянно утверждают, что вот тогда, значит, все хорошо было, вы просто скулите по прошлому, плачьте, Ярослава по прошлому. Но это становится очевидным и для большинства людей по всему миру. Тут два, не для большинства, а для многих людей, я неправильно выразился, для многих людей во всем мире и чем дальше, извините, влез, тем более очевидным это будет. Очевидной станет мысль, высказанная в свое время Роза Эликсембург о том, что человечество, каждый раз, забираясь на этот виток спирали исторической, оказывается на развилке. Социализм были барбарства. И человек, что смотрит в глаза барбарству снова, только этот следующий виток по сравнению с предыдущими двумя, может оказаться гораздо более разрушительным и кровавым, просто потому, что у человечества в руках сегодня совершенно другие средства для того, чтобы уничтожать само себя. И поэтому, почему я говорю два момента. Первый момент, как бы я не представлял себе идеальную модель будущего, как бы я не хотел, чтобы наша страна или весь мир были устроены, есть совершенно предсказуемый и понятный сценарий, чем все может закончиться и как может выглядеть наша страна и другие страны, если вот эта идеальная, розовая, фантастическая, социалистическая модель воплощена не будет. Это сценарий войны, это сценарий голода, это сценарий взаимного массового уничтожения. очень тревожит меня на самом деле сейчас то, что вот об этих вещах, они, если применять теоретический подход, если смотреть на вещи с точки зрения классовой теории, то эти выводы ничего уникального с собой не являются. Это очевидно, это понятно. Но, к сожалению, по сравнению с 1914 годом или 1937-1939 годом, сегодня в мире сил, которые могли бы составить новый пятый, шестой, седьмой интернационал, сил, которые выступали бы против войны, глобальной войны, потому что любая война между крупными империалистическими державами сегодня очевидно станет мировой. Вот. И бороться с угрозой войны невозможно внутри одной России или внутри одной Франции, внутри Соединенных Штатов. Делать это может только единый фронт, единое международное движение, которого нет. Нет сил, которые выступают против войны в каждой из этих стран по отдельности. И что печальнее всего, ну, нужно понимать, что бороться с угрозой войны невозможно отдельно от источника этой угрозы. Источник этой угрозы это капитал, источник этой угрозы это империализм. Соответственно, для того, чтобы бороться по-настоящему и заслужить доверие других таких же борющихся в Соединенных Штатах, во Франции, в Китае, в Японии, неважно где. Для этого каждый борющийся у себя дома бороться должен с собственным капиталом, с собственной буржуазией. Иначе тебе не поверят. Если ты не борешься против своего олигарха, то с какой стати украинский твой товарищ будет бороться против своего, против Порошенко. Вот, кстати говоря, когда мы сейчас утверждаем мысль, или подписываемся под вот этими призывами, ничего не раскачивать, что значит революция это всегда зло и опасность. Извините, а вот то, что сложилось сейчас, вот эта раковая опухоль, которая сформировалась и покрылась коростой на Украине, это разве можно каким-то образом излечить иначе, чем революцией? Можно ли это излечить внешних вмешательств, интервенций, военным там? Нет, нельзя, невозможно. Это может сделать только сам украинский народ. А как это украинский народ может сделать? Да только сбросив со своих плеч ермо порабощения, только сбросив со своих плеч вот эту упряжь, в которую его поместили. И доверия между русским рабочим и украинским не возникнет, если русский рабочий не ведет точно такой же. А рабочий, когда я говорю рабочий, когда я говорю пролетарий, на меня тоже набрасывается ставится там критиков с выкриками о том, что пролетарий не бывает. Конечно, они бывают. Конечно, все мы, люди, продающие свой труд, свою рабочую силу, свое рабочее время, являются пролетарием. Даже если ты программист, даже если ты системный администратор, даже если ты СММщик, даже если ты креативный дизайнер, ты все равно занимаешься тем же самым, ты продаешь свое рабочее время. Так же, как сто лет назад. Я к тому, что за сто лет вот эти законы, а величайшим открытием, конечно, из всех этих законов является выведенный Максом закон прибавочной стоимости. Потому что без осознания, без понимания этой ключевой вещи разобраться, что происходит сейчас в твоей стране или по соседству, невозможно. Но эти вещи за сто лет не изменились, эти законы не изменились. И когда вы спрашиваете, извините, что я так витиеватый долго отвечаю на ваш вопрос, когда вы спрашиваете, как ты видишь этот город солнца, Компанелло, как ты видишь это новое сооружение, я хочу сказать, что принципы строительные, архитектурные принципы, как законы физики, не изменились. Так и эти законы не изменились. И главным из этих законов является принцип направленный против частной собственности, борьбы с частной собственностью на средства производства. Не с личной собственностью, не с индивидуальными зубными щетками, а с организацией производства таким способом, при котором личное наживо, личное обогащение всегда будут доминировать над общественными интересами. В чем главная противоречия капитализма, выведенная Марксом? Это противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения, верно? И сегодня, почему я говорю, эти вещи становятся актуальными, предельно актуальными сегодня, потому что по сравнению с концом 19 века у нас производство стало еще более общественным. Посмотрите, благодаря интернету, абсолютно, мы объединены в один практически уже слитый народно-хозяйственный механизм, в котором эти конвульсии и противоречия, эти импульсы и противоречия между различными империалистическими и капиталистическими странами пока удерживаются вот этой тонкой сетью, опутавшей глобальный народно-хозяйственный механизм, пока удерживаются. Но очевидно это доказано, дважды в истории человечества мировыми войнами доказано, что не удержат эти связи, противоречия, и противоречия прорвутся войной, неизбежно прорвутся. И мы видим, мы знаем, что всегда воинам горячим предшествуют войны торговые. Мы видим сейчас, как на наших глазах начинается крупномасштабная война между китайским и американским капиталом. И точно такие же микровойные Соединенные Штаты и Европа ведут между собой, ведут друг с другом Германия и США, США и Канада. А Россия и Белоруссия занимаются не тем же самым, тем же самым абсолютно. Поэтому вот эти вот вещи, эти строительные принципы, как законы физики продолжают действовать. И наконец, все-таки вернувшись к тому, как я хотел бы это видеть, я понимаю прекрасно, что нельзя напялить всем кожаные куртки и кожаные кепки, взять маузер и прийти в офис русского алюминия и сказать, что все, мы сейчас вот здесь хозяева, и мы начинаем работать. Потому что классовое сознание в нашей стране спит. То, о чем я сейчас говорю, понятно, дай бог, 10%, если не меньше. То есть все осознают, что Советский Союз был государством справедливости. Все согласны с тем же, что советское образование было не в пример лучше, чем сегодняшнее. Со всеми этими вещами, частностями, изолированными, люди согласны. Но они не готовы понять и осознать в силу того, что деградировало их мышление, над ними 25 лет издеваются, 25 лет им внушают, что вот-вот появятся хорошие предприниматели, которые их накормят. Они настолько сейчас распропагандированы, что поддержать вот это радикальное переустройство экономики, вот этого базиса, они не готовы. У нас нервней партии, которая это сделать может. У нас нет ничего. У нас уже 4 года обсуждают, чтобы, помните, как это сказал, мы люди черпались, мы наявить революцию. Так вот этот лозунг, он сам по себе родился в чьих головах, из какой-то цели. И займите, дюганов этот лозунг подходит, понимаете? Самые удивительные страны. Ну вот уникальность, мне кажется, и в этом очень важна роль историков сегодня, который разговаривает о революции, о социалистической 17-го года с детьми. Да, уникальность той революции заключается в том, что в России, в отличие от большинства, если не от всех других государств, в тот момент оказалась такая общественная и политическая сила, которая была способна влиять на вектор всего исторического процесса. Которая была способна увлечь за собой массы, которая была организована, сплочена в такой степени высочайшей и которая действительно направлялась гением своего руководителя. Хотя там была масса противоречий внутри этой партии. Да, но тем не менее, эти противоречия были, чего здесь больше объективных причин или личного вклада, роли личности в истории, я не знаю. Так вот, я понимаю, что нельзя схватиться за рубильник и запаскать. Но вы понимаете, что если мы объявляем какой-то магической причиной, что вот с сегодняшнего дня British Petroleum не владеет, чем тем, что она владеет в нашей стране, что все национализируется, что у нас все абсолютно становится общественным, что рынок отменяется. Вы понимаете, что страна оказывается моментально в экономической блокаде. Для того, чтобы выдержать, у нее нет в первую очередь главного ресурса, нет сплоченного сознания, нет класса, который мог бы вести в этой борьбе за выживание всю страну за собой. То есть не выросло, не проснулось еще поколение, которое такие преобразования способно произвести. Но если совсем точку ставить в ответ на вопрос, то безусловно, без общественной собственности на средства производства невозможно. Для чего нужна общественная собственность на средства производства? Не для того, чтобы не было олигарха Штенгелова, который ради наживы будет по всей стране скупать кондитерские фабрики и превращать их в торговые центры. Это, конечно, исключено при социализме. Но главное-то не в этом. Общественная собственность, почему она нужна? Она нужна потому, что она позволяет планировать в интересах большинства. Она позволяет создать институт государственного, общенародного планирования. Понимаете? И вот когда планируется курс обучения русскому языку, составляется много лет вперед, истории. Точно так же планируется производство стали, чугуна, алюминия, производство машино-технической продукции, добыча полезных ископаемых. Из этих фондов выделяется фонда общественного потребления, от которых как раз зависит образование, наука, отдых и так далее. Вот в сегодняшнем нашем мире, в котором производство предельно обобществлено, без общественной же формы собственности на средства производства, планировать в интересах большинства невозможно. Невозможно. В этом главная задача. Сегодняшние, об этом, по-моему, говорят уже все популяризаторы, гораздо более искушенные, чем я, популяризаторы социализма, вроде товарища Вассермана и остальных, да, сегодняшние механизмы автоматизации и роботизации, да, они позволяют учесть любые. Ведь главным аргументом либералов, с помощью которого они демонтировали госплан в свое время, было то, что отсутствует обратная связь. Вот я хочу красные сапоги, промышленность класса B, группы B не в состоянии, легкая промышленность в Советском Союзе удовлетворить этот спрос. Сегодня уровень проникновения, вы сами это знаете, вы проехали на красный свет, вам через 5 минут пришло уведомление о том, что вы штрафник. Вы, не знаю, когда вы в последний раз наличные деньги уже, наверное, держали в руках. Сегодня уровень проникновения этих современных технологий позволяет измерить все, все ваши желания. Они при капитализме и так измерены, при капитализме и так происходит обобществление. Нравится вам это, не нравится. Мечты, скажем, всех современных народников и дрейфующих в сторону фашистов, там, национал-социалистов всех мастей, что в нашей стране, что в других странах, мечты о том, что ты как Герман Стерлига покопаешься где-нибудь там и будешь у себя выращивать корову, сам ее доить и пить ее молокой и хлебом самодельным закусывать, это бред. Не осталось мелкотоварного производства, оно все поглощено крупнейшими холдингами, а эти монополии существуют по плану. Вопрос в том, что если эти монополии живут в состоянии постоянной войны друг с другом, то эта война оборачивается мировой рано или после. А для того, чтобы снять это противоречие, устранить угрозу войны, необходимо обобществить, то есть взять те элементы планирования, которые монополиями, в том числе, таким как Intel, IBM, Google и все остальные, на кого наши сегодняшние, так сказать, современники, вот все лучшее от этого берется и поворачивается в интересах большинства. И этим самым снимается главная противоречия капитализма, которая ведет человечество к самоуничтожению. Кстати, я прошу прощения. Что-что? До тех пор понятно, что государство по мере приближения к коммунизму должно отмирать, по теории, разумеется. Но очевидно и другое, для того, что невозможно эту сабу натянуть на весь глобус разум. И там где-то произойдет в следующий раз, я абсолютно убежден, что это где-то произойдет. В Соединенных Штатах самих это тоже абсолютно возможно. Они достигли такого уровня обобществления, конечно, их массовое сознание катастрофически отстает от этого уровня обобществления. Но история преподносит даже таким заношенным государством, как Соединенные Штаты, иногда очень суровые и доступные уроки. Это может произойти где угодно. В Китае это может произойти. И китайская революция может пережить, перезагрузка. Это может у нас произойти, потому что мы к этому интеллектуально готовы, потому что у нас есть 70-летний опыт за плечами. Но когда это произойдет, для того, чтобы на этом участке суши, где социализм вновь восторжествует, он мог целеть, государство будет необходимо. И социализм в отдельном взятой стране все-таки придется, мне кажется, строить. Я не думаю, что он мгновенно охватит всю планету и капитал свернется как улитка и отползет в сторону. Конечно, это все подразумевает борьбу. Ничего, к сожалению, без борьбы в мире не происходит. Это и есть диалектика. Единство и борьба противоположностей. Отрицание, закон отрицание, отрицание. И переход количественных изменений в качественные. А в условиях атомизации общества за счет чего может произойти изменение внутри социальных крупных? Вы знаете, я прекрасно понимаю, что подход разных наших, может быть, более смыслящих, в теории марксистской левых товарищей меня часто критикуют за то, что словеса-словеса, а чего? А надо идти, или там что-нибудь свергать, или рубить, или кого-нибудь куда-нибудь регистрируют партию очередную. А мы, значит, теоретики, а вот есть практики. Мне кажется, что это утопия на данном этапе, потому что помимо желания того или иного начитавшегося Маркса человека поставить парус, необходимо, чтобы был ветер, который этот парус надует. Ветра в данный момент нет. Мы переживаем штиль. Этот штиль переживала и партия большевиков, и сама Российская империя, и другие страны. И очевидно, что этот штиль не вечен. Вы спрашиваете, откуда возьмется сознание масс? Мне все больше кажется, что рост этого самосознания будет связан с опытом масс, в том числе трагическим опытом масс. Самым эффективным учителем, как я люблю повторять, является жареный петух. Ну, как Маркс говорил, практика, критерий истины. Да. И можно сколько угодно ходить вот с этими книжками. Вот, знаете, вот, честное слово, грустно записываю вчера интервью, да, и эти книжки все, и советская классика, и Маяковский, и Ленин, и всякие, они превратились, ну, там, где мы это делаем, это корпуса приватизированного издательства, по-моему, «Комсомольской правды». Сегодня каждый может взять, пойти, там, что-то делать. Вот эти книжки, они превратились в декорации. Ну, знаете, как газеты, газетами советскими в ресторанах стены оклеивают. Вот точно так же они стали декорацией. То есть эти книги никому не интересны, их выбрасывают. Вот Евгений Юрьевич спас собрать сочинение Ленина, которое внесли на помойку в одном из училищ наших, да, которое никому не нужно, я приехал, забрал. То есть люди не нужны, они не хотят слышать этого, они не хотят это читать, а им не надо, да, но им не надо ровно до тех пор, пока жизнь не объяснила им, что в этих книжках что-то есть. Я покупал там книги иногда, да, потрясающе. Я купил там книжку «Воспоминания Зинейда Орджоникидзе. Путь большевика». А Сергула Орджоникидзе в 1939 году, по-моему, она была издана. Очень интересная книжка. Да, извините, я вас перебил. Мы тоже чувствуем легкие дуновения этого ветра, мы чувствуем, потому что приходят ребята, родившиеся гораздо позже, чем Советского Союза не стало, вот, проявляют интересы, спрашивают, а что-то как, а что объясни, пока что вот важно, вот, вот, Евгений Юрьевич работает, пошел он, он работает фактическим материалом, да, он может вытащить цитату, где поставить ссылку на источник, чего, к сожалению, сегодня очень многие любящие поговорить о коммунизмах, социализмах сделать не могут. А нужно, чтобы главным оружием был факт, нужно, чтобы главным оружием была ссылка на источник, это, по-моему, считалось бесспорным, да, когда-то, на наших эстфаках, да, вот, и, конечно, с одной стороны это так, и интерес молодежи пробуждается, но, конечно, вы правы и в другом своем утверждении, потому что пока в основном сознание масс спит, вот, и, наверное, даже продажи этих собраний сочинений на развалах, ситуацию не поправить. Так, ребят, давайте так, ты уже задавал вопрос, давайте кто-то изменить, да, ну, пожалуйста, да. Евгений Юрьевич, Арталия, тоже аспиранка второго курса, как в продолжении вопрос такой, как вы думаете, образование будет способствовать раздуванию этого метра? Я такой пример приведу, образование его роли в повышении сознательности масс. Вот, родителями Аркадия Петровича Гайдаров были школьные учителя, Аркадий Голиков из Арзамаса, это ребенок из семьи школьных учителей, но они были не просто учителями, они еще были членами партии большевиков, которые все время укрывали подпольщиков, неважно, я не думаю, что они там использовали в этой работе детей, но детей они совершенно точно своим примером, своим воспитанием они изо всех сил приближали к вот этим идеалам, к этим ценностям, они занимались образованием, вот, в первую очередь, ведь даже если вы возьмете, ну вот я сейчас тоже перевожу пример, Тихий Дон, там есть такой персонаж Штопман, который появляется в казаче станицы, он что делает? Он собирает казаков, он разговаривает, что делает, да они книги читают, они книги читают, они что, читают книги исключительно о Арбискьере, что ли, или о том, как вылезал, да нет, они читают любые книги, они в конце концов учатся читают просто, то есть распространение, самое главное оружие пропагандистское, вы говорите о ветре, а самое главное, что необходимо привить людям, это тягу к знаниям, но не к каким-то абстрактным знаниям, у нас много сегодня всякой сектантской литературы, в которой важно, а тягу к научному познанию, к рациональному мышлению, доверие к науке, оно вообще сегодня подорвано, вот, и вернуть это доверие к науке, это уже огромное дело, вернуть в детям интерес к научному знанию, к постижению мира с помощью науки, это вот есть задача учителя, совершенно не требуется сейчас, вот мы говорим о каких-то там революционных переменах и задачах, да, речь идет о том, чтобы сначала произвести революцию в сознании, для того, чтобы люди начинали тянуться к… хочет такого учителя в современной школе выглянуть, потому что он не выполняет основные требования образовательного процесса, понимаешь, не готовит ЕГЭ, не выполняет программы требования ДТБ, вот что, правда… Они, кстати, почему… Ибрай, вот почему, вот я вот возвращаюсь к гору по литературе, почему они такой выки подняли? Впервые покусились на суть вообще их реформы, на вариативность, на единство образовательного процесса и на содержание госов, понимаете? Раньше же их не было, госов. Раньше было просто сказано, что в течение, там, 5-го-9-го класса ученик по литературе должен, значит, обладать вот по итогам изучения, там, умением анализировать, синтезировать, т-т-т, что-то грамотно писать… А на базе чего? Нет. Сейчас сделали в ГОС, причем вы знаете, да, что делали в ГОС, рабочую группу возглавлял наш профессор в Зене, с институтом филологии. И там прямо было указано, что читать надо Евгения Онегина, Капитанскую дочку, Солженицу на убрать, Улицкую убрать, Пелевина убрать и так далее. Все. Это у них взорвало, понимаете, мозг. Потому что это покушение на их святой святой. Вот он правильно говорит, потому что речь-то идет не просто об образовании, а о том, на чем ты собираешь, собственно говоря, людей образовывать. На книжках мультипульте, которые пишут о том, что у Ленина в цепи стояла заспретованная голова Николая Второго. Но этот идиот, кандидат исторических наук, до сих пор говорит об этом. Сидит патриарх, возглавляет комиссию по изучению этих царских останков, встает этот придурок, а я по-другому назвать его не могу. Но иди, говорят, что это один из титров патриархического направления современной цариографии. И рассказывает о том, что там у двух или у трех членов царской семьи была отрезана голова, и что вот у Ленина цепь стояла. Но послушай, патриарх спрашивает этого руководителя следственной группы из МВД, которая проводила вот, значит, обследование этих остатков, скажите, там действительно есть трубы, у которых нет головы? Он говорит, нет, у всех майканных трубов есть голова. У кого-то череп сохранился, но практически полностью, у кого-то он раздроблен, но тем не менее полностью наблюдается и там волная часть черепка, и там, ну, понимаете? Но тем не менее, его книги печатаются огромными тиражами, это касается то же самое, вот о чем речь идет, и вот эти книги-то покупаются. Я вот здесь ездил, прошу прощения, это вам будет просто забавно, мы ездили, я, Герард Томонов, значит, это Трудаков Володя, наш выпускник тоже, главный редактор журнала «Историки» и «Перевизерцев», тоже наш выпускник, мы ездили на канал «Спас», снимали, значит, передачу про «Арденскрика», там сидела еще одна девушка с клубом, ну, адекватный учитель скалки, и сидел какой-то экономист, поклонник по мерке и насосчику, ну, мы здесь, если так говорим, встает парень, вот вашего возраста, студенты, говорит, задает демону, по-моему, вопрос, а вот как вы думаете, почему, значит, Данил Галичкий, вот, по-отвече от Александра Нешко, там, значит, решил в борьбе с морговыми опереться, значит, на, ну, Гера ему объясняет 5 и 10, а Мама Тропаркаде, ведущий, ему, вот этому экономисту, задает вопрос, говорит, а вы как думаете, а он ему говорит, как я думаю, а не было ни Данила Галичского, ни Александра Нешко, и вообще ничего не было, а он говорит, а что было, и я ему говорю, а что было, понимаете, вы не поймете, вы в другой реальности находитесь, а я ему говорю, но вы нас в свою реальность погрузите, погрузите нас в свою реальность, может, мы что-то поймем, но постарайтесь, вот вам там дам шанс, давайте, начинайте, если вы убеждены, что и проводим, не, не, это бесполезно, вы все не поймете, понимаете, то есть это в чистом виде шарлатаны, а я этим сказал, что через 500 лет здесь будут сидеть другие люди и другие, так сказать, студенты, ну, другие историки, условно говоря, и вам такой же вот подонок, а я по-другому не могу назвать этих деятелей, будет рассказывать, что никакой великой отечественной войны не было, что никакой с Телеградской битвы в том понимании, в каком она была, как коренной перелом войны не было и так далее, и так далее. Сталин с Гидером, они вообще были членами единого полюберонца, как бы КПБ, сидели в соседних кабинетах, не поделили, значит, уборщицу в своем кабинете, решили, значит, учинить войну, и вот под Телеградом откроили эту Телеградскую биту, понимаете, они, естественно, засмеялись и так далее, но на эту мерзость, извините, когда откровенно блюется на память наших предков, на тех, кто взломал, я сейчас не говорю о терминологии, там, монгольской, там, это, я говорю, по сути, то, от чего произошло, ведь это зафиксировано огромным количеством и письменных источников, причем они, понятно, что и европейские, и наши, и там, армянские, и персии, и какие уйти, и китайские, это все по боку, и археология, все по боку, не было, и все, понимаете, вот о чем речь идет, тут вопрос, но я, кстати, вот веню здесь, в данном случае, нас историков, почему, а мы очень долго занимались чистоплюсом, мы в 90-е годы вот этой своли подорков отдали на водку промывания мозгов, и поэтому у нас в 90-е годы на прилавок хлынули, нацовские подменки Резун, 5-е, 10-е, они отравили сознание значительной части, и когда в 2005 году вышел первый вот этот дом, антипоменка, где там и Янин, и Кочеленко, и другие крупные историки, археологи, там, и не только, они, что называется, размажили их по стенке, все это стало, это пустую все, холостой выстрел, почему? И это уже разошлось с сотнями тысячи тиражей, а эта книжка антипоменка, тысячи или полторы тысячи экземпляров, и все, понимаете? Вот о чем речь идет. Поэтому, когда мне сейчас говорят, Евгений, это вообще низко, ну это что вы, на эти шоу ходите, вы думаете, я хочу ходить на эти шоу? Я вас умоляю, у меня не самое лошадиное здоровье, и потом мне не тридцать лезвенность, пиариться. Я хожу, потому что я понимаю, что надо вот этим вот ребятам давать отпор, вот этим откровенным мужицам. Потому что если мы опять будем заниматься чистоплинством, они опять отравят умы и души новых уже поколений, понимаете? И ваша задача, кстати, вот как учителей будущих, заниматься этим, в том числе, не водить детишек на макаронную фабрику, или там на фабрику мягких игрушек, понимаешь? А уж тем более вот эти торговые центры. Они повели детей, учителя, там, ну, пути, как показать, а так мы? А вот, да, нет, а заниматься воспитанием, реально, так все, и души, и это. Ну, я прошу прощения, что я... Ну, на самом деле, вот это вот это определение, которое часто вспоминается, что право – это воля господствующего класса, возведенное в закон, а образование – это тоже воля господствующего класса, возведенное в закон. Поэтому, я вам говори, можно ли с помощью образования что-нибудь надуть, все зависит от уточняющего ответа на вопрос, а какое образование вы имеете в виду? Если образование такое, вы такое, такое образование, вы... Все равно, в первую очередь, в нынешних обстоятельствах, все зависит от действий конкретного учителя. Вот, извините, что такой бал словесный вам пришлось пережить. Владимир Владимирович, Павел Плея, студент второго курса исторического факультета. Вопрос такой, какие перспективы развития высшего образования для людей с ограниченными возможностями вы видите в будущем? Я думаю, что это также зависит от того, какое будущее мы будем строить. Если оно будет продолжать возводиться нами по вот этим вот либеральным реформаторским чертежам, то это будущее печально. Это значит, что будет по-прежнему приоритизироваться все. Это значит, что будет сокращаться объем финансирования для специальных учебных заведений под разговорами, как это называется, инклюзивное образование, да? Когда эти специализированные учреждения упраздняются, да? На самом деле происходит оптимизация, сжимание, да? Возможности, которые предоставляются... Не инклюзивно. Да, да, да. А представляется это так, как будто бы равенство. А на самом деле никакого равенства нет. Я правильно, да, излагаю происходящее? По крайней мере, я его понял. А вот на этом, знаете, круглом столе в Госдуме, о котором я упомянул вначале, прозвучала жуткая вещь, которая меня просто нокаутировала, да? Я не знал. Там было сказано, что количество людей, которые у нас, по сути, оказались... За бортовой образовательной системой, благодаря вот этим реформам, людей с ограниченными возможностями исчисляются миллионами. Вот. Я точную цифру не воспроизведу, но мы просто... То есть зал замолчал на этот момент, да? И задом тоже был вопрос, а как вот, а что вы знаете? А мы ничего не знаем об этом. Это происходит, как будто бы у нас столько вопиющих первоочередных проблем, которые мы все вносимся, с которыми вносимся, что... Мы просто не ставим это первоочередной, наверное, проблемой, поэтому, собственно, мы ее и не видим. Ну, я не знал, что это настолько болезненная и общераспространенная история. Мне казалось, что, ну, знаете, по инерции думаешь, ну, есть же какие-то люди в государстве, которые следят, заботятся. А правда состоит в том, что нет никаких людей в государстве, которые следят и заботятся. А каждый предоставлен сам себе. И это, естественно, провоцирует взаимное ослабление, взаимная неприязнь, когда тебе говорят, а что ты не хочешь вот с человеком, который не похож на тебя сидеть за одной партой, заниматься. Да, причина-то очень проста. Ты просто украл у этого другого человека возможности жизни, урезал финансирование. А теперь ты заставляешь людей демонстрировать, как бы, склонность к любви, к дружбе, к терпимости, при том, что ты их обокрал просто. Повсеместно эти сигналы приходят. Как бы, взяли вот эти создания образовательных комплексов в Москве. Когда берут одну школу и сливают с другой. И там еще какой-то детский сад сверху и секцию по стрельбе по бутылкам. Вот. Все слили в одно, а говорят, что равенство возможностей? Вот. Пожалуйста. А то вы какие-то были раньше специализированы, а вы какие-то. А давайте подтягивайте друг к другу. В результате люди смотрят, как волки. Вот. Друг на друга. Обвиняют, естественно, друг друга, а не тех, кто это придумал. Вот. Растет от этого напряжение внутри самих этих образовательных комплексов. Но мало кто ставит вопрос по существу, что это просто иная форма приватизации образования. Потому что в какой-то момент окажется, что эти комплексы могут предоставлять услуги, вовсе не связанные с образованием, что у них есть право введения коммерческой деятельности и так далее. Вот. Поэтому я со стыдом признаюсь, что я, наверное, не так посвящен в частности, вот именно этой проблемой. Вот. Но, мне кажется, суть, я понимаю верно. Поэтому, если вы спросите меня, как я вижу будущее, я хотел бы, чтобы оно было другим. Вот, например, я когда в школу ходил, у нас была обязательная практика в советской школе, еще сколько я ее застал, обязательная практика летней отработки в интернате для слабовидящих детей. Где мы должны были, с одной стороны, к вопросу о братстве, равнице и прочем, работать вместе с ними. Вот. И да, мы не любили это делать. В смысле не то, что с детьми, а просто работать не любили. То есть детей. Не лучшие были. Вот. Но, тем не менее, это было. И этот интернат, я это прекрасно помню, мы сколько, года три или четыре, так это, постоянно туда ходили работать. Я прекрасно помню, что он был снабжен еще всем. У него все, у него было отдельное просторное здание сталинской постройки, отдельное общежитие. У него были отдельные преподаватели, занимавшиеся по специальным методикам, да. И из этих, и неважно там, с какими возможностями, да, из вот этих вот государственных образовательных учреждений выходили настоящие люди, которых советское государство воспитывало. Вот, например, пример такого человека, тот же Губенко, с которым я разговаривал только же. Он же интернатовский. Вот, а я учился еще, помимо всего прочего, в школе имени Николая Островская. Так у нас был музей, во-первых, ну, посвященный самому Островскому, но главное, что гостями этого музея постоянно были люди как раз с ограниченными возможностями, которые, несмотря на свой недуг, допустим, человек потерял зрение, предположим, рисовали, пели, писали, ну, как, собственно говоря, и повторяли историю Павки Корчагина. Это на государственном уровне поддерживалось, поощрялось, эти люди не оставались одинокими. Я вот сейчас делаю, совершенно, извините, к образованию не имеет отношение, просто раз задели струну, я договорю небольшую историю, снимаю о девушке, как это правильно сказать, слепо-глухой, да? Слепо-глухонимая. Слепо-глухонимая, да? Вот. И мы в фильме, там, я не знаю, видели вы или нет, там мы начинаем с того, что в одной из московских гимназий родители рекламируют собственный способ обучения, как, вот, некий зверинец, некий загон для перспективных лошадей. Ну, дескать, есть люди породистые, породистые, да, есть колхозное быдло, да? Вот. И мы в качестве контраргумента на вот эти жуткие совершенно вещи мы приводим пример из истории советской педагогики. Пример Эвальда Ильенкова, советского философа, который, ну, он был марксистом, да? И он доказывал, в общем, это главная марксистская идея и советская идея, что все зависит от воспитания, да? И все зависит не от генетических, там, каких-то исключительно приобретенных по наследству признаков, а от того, что человек... В какой среде он... Да, в какой среде он... Вот. И Ильенков воспитал выдающегося математика Суворова Александра, да? Вы знаете его. А это как раз вот круг общения вот девушки, о которой я упомянула, о которой я сейчас снимаю историю. Вот. И с одной стороны, я был поражен в очередной раз тому, сколько этих людей, как они одиноки, как они вынуждены, конечно, объединяться для того, чтобы в этом бушующем потоке, где каждый сам за себя, каждый думает только о собственном выживании. Здоровый, это готовый топить, здоровый для того, чтобы выжить. Что уж говорить о людях, которые там на ощупь передвигаются. Вот. Но, тем не менее, вот именно они в этой вот стремлении нашей, вращающиеся и борющиеся за себя и за жизнь, они являются вот таким, знаете, камертоном душевной чистоты, примером, в том числе и Суворов. Я просто вот с его интервью столкнулся, несколько посмотрел его выступления. Это люди колоссальные, какой-то поразительной силы духа, потому что это же, это же нужно какую иметь силу воли, для того, чтобы не отчаяться, особенно, когда вот сейчас нет советского государства, нет или Янкова, который тебя будет поддерживать, который будет воспитывать, который будет теть. Пожалуйста, живи, живи, выйди на трамвайную установку, живи. Слушай, я хочу привести из школьной практики, пример, в будущем. Я, когда работал учителем, еще истории, там, в Гальяново, в своей школе, значит, мне, а я вел старшую школу, 10-11 класса, и ко мне подошла директор и говорит, Евгений Юрьевич, у меня большая просьба, возьмите 9-й Г. Он небольшой класс, там всего 11-12 человек было, но с ним категорически отказывались работать в север-силлях. Там хулиганы, двоечники, ну, в общем. Ну, я, естественно, его взял. Я пришел, когда понял, что у них там знаний ноль, вот, я понял, что там, в общем, с ними изучать историю, как бы на таком вот уровне, более-менее, там, научно. Ну, в общем, без слов. Моя задача была, что? Им привить дисциплину, раз, то, что для них пребывание в классе это труд, а не развлекалка, и минимальный уровень знаний. Ну, самый минимальный. Вот. Я спокойно проработал с этим классом, все, и вот в конце года ко мне подходит мамаша и говорит, Евгений Юрьевич, вот у меня сын, значит, я знаю его фамилию, не буду называть, я с ним, кстати, виделся буквально года полтора раза, случайно совершенно. он так вдохновился, что вот вы к ним пришли, что наконец-то, значит, в них увидели людей, а то их все время как отрезанные ломки воспринимали, что это было там, тупое, значит, на помойке, и так сказать. у меня к вам большая просьба, переведите его, пожалуйста, директор, попросите, чтобы вы перевели в ваш класс, а я был классом руководителя параллельного класса. А ну я пошел к директору, директор мне говорит, да нет, нет, он тупой идиот, там, Жень, даже не заикайся. Я говорю, давайте под мое слово, он четверть отучится, если, значит, не получится, мы его обратно переведем. Так этот парень, вот что значит погружение в другую среду, не ту среду, в которой он пребывал, а в другую среду. Этот парень экстренно закончил 10-11 класс за этот год, поступил к нам на ИСТВАГ, и сейчас уже много лет работать в учителе в школе. Понимаете? Это вот тот самый, это вот я, это, кстати, к проблеме о дискуссии генетикой, о том же Лысенко. Я вот сейчас книгу написал про Сталина, по поводу там, в том числе дискуссии по кибернетике и по генетике и так далее, и так далее. У нас же сплошь и рядом идет одна лживая информация, в том числе и по этим ключевые проблемы. Мы и бич нашего времени, вот сейчас, особенно в эпоху интернета, когда писать могут все, все, что захочет, и все. Понимаете? Я-то опытный человек, ваши профессора, они опытные люди, они собаку съели, и они отделят спокойно, там, условно говоря, фейк, достоверная информация, они даже по фамилии, там, условно говоря, знали, стереографию, вопросы поймут, кто здесь авторитет, а кто здесь погулять вышел, понимаете? но поколение пепси, условно говоря, вы не обижаетесь? Уже не пепси. Ага, пепси уже, ну, уже там, что? Оно же, и в том числе, они не разбираются в этих вещах. Почему многие вот клянули, я же всегда говорю, вот они приходят, эти помехи, условно говоря, ведь у него урень, мы же никакой. Вот ему в школе преподали монголо-катассквейку вот так, да? он потом 20 лет вообще не интересовался этим монгольским играм, он понятия не имел. У него какие-то минимальные там знания со школьной скамьи остались. Вдруг он случайно покупает на развале, ему кто-то дарит книжку Фоменко, делать нечего, на осколке, понимаешь? Ему моча в голову ударила, и он прочитал, мочи знаю, а то, что были работы Насонова, Грекова, там, Кузьмина, значит, этого, ну да, да, десяток и сотен ученых, которые скурпулезны, там, я не знаю, Воронина того же, ну полно, Толочка там и так далее. Да и мы, он и знать об этом не знает, но он теперь, какие же сволочи, я это, обманывали на дверь, не было никакого мальчика. И вот таких, к сожалению, и на это купили, кстати, многие, возьмите того же Гумилева. Я не хочу сказать, что Лерго Николаевич вообще, что называется, взять и выше, понимаете. Но он под свою концепцию, вот эту евразийскую, а не к мифическому там, русско-артенском союзе, он, ну, в наглую, извините, просто перекручивал факты, переверал. Даже, вот возьмите там, то, что связано с осадой Тахтамыша, Москвой в 1382 году, откуда он взял, что, значит, москвичи набились пьяно и показывали голые задницы татарам, а те ошибка возбудились и после этого решили, значит, сжечь Москву, понимаете. Но это у него книжки написано. Ну, о чем мы говорим-то? Я специально вот этот вот сюжет прочитал в нескольких там источниках, ну, аутентичных, да. Там нет этого. Там, наоборот, было несколько приступов, условно говоря, москвы, но белокаменный кремль, татарам, ну, не по-рубам, оказалось, поминайте. А это же читает, понимаете, очистлю монету, умерет, так его раскрутили, его в годы перестройки, а я был знаком с Николаевичем, я ездил, слушайте, науливай Николаевич и был тридцать суток. Но после первого еще человек восстанавливается. После второго у него происходит ну, неизбежное изменение в коре головного мозга. Ну, по-русски говоря, у него начинается психический аквариум. После третьего, ну, извините, это дебил. Вот о чем речь идет. Но об этом никто не говорили. Что уж много гумилета, ей же пора рассвета любого человека, кому-то там. А есть, вот это что же надо учить. Я вот на самом деле, вообще-то я по своим взглядам не скептик, условно говоря, но у меня вообще вот эти вот все больше усиливать с морс-возрастом скептически вот эти настроения. Нам же не случайно 4 года показывают по графике Майдана. Это же как прививка. Понимаете, очень хитрая прививка. Потому что, а многие расценивают как, ой, ну вот я типа не имею работы там, плачу нищенские существования, но у меня хотя бы есть там дом, какой-то кусок хлеба, кто-то не там, и дай бог, чтобы как на Украине. Понимаете, смысл? все. Поэтому у нас... А между тем, как на Украине и получается. Да, а между тем, да, понимаете, вот обраконаречник. Поэтому вчера опять у Володи Соловьева витийского и эти... Причем тут самое любопытное, что, я тут у Куликова снимался на той цех красном проекте, прихожу, там сидит Карасек, это тот, снялся такой, не в самой, да, в Холмске, в ботинках и так далее. Я говорю, ну как ты из Киева, да, из Киева через Минск. Я говорю, один или в компании с Холмсом. Я так говорю, он говорит, с каким Холмсом он в Киеве 20 лет не живет? Я говорю, как не живет? Он говорит, и из Киева уехал в середине 90-х годов, он говорит, здесь у вас стулья или в Калуге ошивался, я заработал бабки на ваших телеканалах и купил квартиру в Москве. Я, я снимался у Андрея и видео, вот, я сейчас выложил там, в программе на 24, там вот это Андрея что-то, это актер-то. То же самое, он живет здесь, жена у него русская, тетя русская, но я-то думал, ладно, у него жена русская, тетя русская, но он сам из Ридии так просто приезжает, это, этот парень, который его земляк в Ширидии закончил с передачей, он говорит, слушай, а ты вритить давно был? Он говорит, нет, это 12 назад. Понимаете? А здесь он отстаивал, они разрабатывают деньги, и вот нас дурят у ФОМВ, но мы-то это понимаем, а многомиллионная масса она сможет принимать это все за чистый момент. Вот и все. Это вот еще и деструктивная роль, я прошу прощения, в тех, все самых средств массовой информации, которые они могут быть, которые находятся в руках того самого правящего класса, понимаешь, они промывают мозги за дня в день. С одной стороны, туда ходить тошно, а с другой стороны, ходишь, потому что понимаешь, если вообще отдать эту науку вот этой публике, то уже зомбировать не будет, ну, что называется, ну, вот сейчас Герр, кстати, поел, Герр сегодня был на радио России, ну, я прошу прощения, где он, Анатольский Аптамон, на радио России, там про гримасное право, он говорил, и он поехал с совершенно очевидным посылом, чтобы прекратили люди лапшу нежить на уши про золотой век Екатерины. Золотой век русского дворянства и золотой век Екатерины, это не одно и то же, это ложь. Да, золотой век русского дворянства, при этом были даты такие права этому русскому дворянству, прекратившему всякую службу государства, да, и такое ужесточение норм крепостного права, давечего его, практически, русского дворянства. Так людям-то надо, это-то в советской школе нам говорили, я же помню до сих пор золотой век русского дворянства, так оно и было. Жалобный грамот дворянство, манифест довольности дворянства, куча всяких проференций, привилегий, значит, освобождение, всякую тягу, там, интересный право, понимаете? И это вдалкивается в голову, вот этими монархистами, сереборниками. У меня зовут Фильгера, я с феном на унистратуре очень интересно узнать, какая обстановка сейчас современной журналистики. Потому что, честно говоря, современная журналистика сама себя дискредитировала, да, и вот на вашем примере, ну, мне кажется, все-таки больше уникальное явление для журналистов, да, и вот интересует формирование такого журналиста, да, потому что, если просидеть ваш штуц, ну, достаточно такой интересный, да, ученик США, там, и так далее. И хотелось бы узнать, да, как сформировались ваши взгляды, какие-то просветения художественные, так сказать, либо фильмы, да, которые на вас влияли, может быть, люди. Ну, это сразу просто глобка вопросов, в этой теме, да, следующий, да, только по вашей посредственно деятельности, да, что вами ближе и ради чего вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь. Достаточно просто, зачем я делаю то, что я делаю, как я к этому пришел, есть ли еще такие люди, грубо говоря, совсем примитивизированные. Что касается того, что я к этому пришел, я закончил английскую спецшколу в городе, где я родился, в Екатеринбурге, и это был самый вот такой рассвет 90-х, и годам к 16 я был законченным нигилистом. Я должен, конечно, сказать спасибо и советской школе, и советскому образованию за то, что я еще попал в струю и был вынужден очень много читать, много читал, но тем не менее к студенческому возрасту я подошел к человекам абсолютно таких, я бы не назвал это прозападным взглядом, потому что я никогда не был за границей, предположим, до 20 лет, но мне казалось, что все в нашей стране не так, все у нас отвратительное и безобразное. А это изменилось не потому, что я прочитал что-то еще. Ну, вот дух такого, знаете, франдерства, желание бодаться с каким-то авторитетом был присущ мне безотносительно к тому же. Западник я был или славянофил, просто вот это происходило. С уроков литературы меня выгоняли за нежелание читать Толстого, за то, что я не признавал Некрасова, и за Пушкина пытался сравнивать с Лермонтом. Короче говоря, вот этот дух против Лермонтов, конечно, был моим героем, а Пушкин был бабник и жунир. Ну, неважно. Короче говоря, вот таким я был, а изменилось это потому, что я практически с первого курса на факультет журналистики нашей, я думаю, любой другой сегодня, они мало чем отличаются, они воспитывают людей именно в этом ключе, в этом духе, то есть в духе преклонения перед западной цивилизацией в таком настроении, что все у нас не так, и надо бы поучиться, и свобода слова не хватает, и того, и сего. И у нас были американские преподаватели, говорили, середина 90-х, то есть нам впрыскивали это. А не прием МГУ? Нет, это Екатеринбургский, журфак. Ну, я говорю, журфак от журфака не сильно отличается. Единственное, я очень благодарен факультету нашему за его кафедру стилистики русского языка, где были сильнейшие специалисты, заставлявшие нас просто писать без конца диктанты, за которые мы получали тройки, но тем не менее это было необходимо. То есть русский язык, без него, без этой кафедры, языка бы у нас не было. И курс русской и зарубежной литературы. Мы были обязаны прочитать огромное количество книг. Это очень важно. Мне кажется, ключевая обязанность сегодня любого преподавателя вузовского или школьного или дошкольного уровня, это разжигать в своих подопечных страсть к чтению. Причем, неважно, электронному, бумажному, на чтению ни дня нельзя прожить без прочетной страницы. Извините, я в сторону отношал. Ну, так вот, перелом этот произошел не из-за того, что я читать стал, хотя читали мы много, а потому что на факультете тогда у нас в Екатеринбурге было 13 телеканалов и всячески поощрялся подход, что с первого же курса студенты должны работать, они должны идти куда-нибудь практиковаться. Без практики журналиста нет. И вообще журналист это очень условная профессия, самым лучшим журналистом я убежден, являются не журналисты по образованию. И вот с первого курса я начал работать и вот именно эта работа, столкновение с жизнью, с настоящей, тем более это были драматические такие периоды в жизни нашей страны и моей Свердловской области, исторической родины. Это был кризис 98-го года, это было потом Югославия, это был передел собственности бесконечные три круга передел этого кровавого, когда стреляли на улицах, когда закрывались предприятия, когда митинговали и брали штурмом на заводовправление, во всем это я рассказывал. Он революкер. Да, и вот я попал в этот барабан вращающийся и мне повезло, что я оказался под руководством человека, который, ну, моего первого шеф-редактора, человеку очень советских взглядов, да, и у нас поначалу был конфликт на самом деле с этим человеком, потому что я говорю, что, Советский Союз, да вы что мне рассказываете, ну, то есть я пришел таким, вот, а она, эта женщина, она со мной не спорила, да, она меня заряжала, так, давай, у меня была кличка в редакции, ну, прозвище, да, дефиниция, потому что я ничего не умел объяснять просто, я всегда прикрывался, как ешь, и щетинился вот этими сложными формировками, я всегда приходил с какими-то метафорами, с какими-то непонятными предложениями, давай, посмеивались, курил, когда нам, тем не менее, не выгоняли, что, проезапазы уже, да, держали проезапазы, потом, значит, бросили вот на все эти промышленные объекты, и города замерзающие, потому что, вот, очень много стало тем связанных, ну, ты помнишь, что после кризиса, у нас до кризиса, до августа, 98-го года промышленность лежала, а после того, как рухнул курс, закрутился махарик импортозамещение, и все заводы, которые раньше были никому не нужны, и если раньше дрались за коммерческий фиоскоп и убивали друг друга, то вдруг понадобились промышленные предприятия, и началась настоящая война во всей стране за реестры акционеров, за контрольные пакеты, в общем, война между собственниками, и это нужно было освещать, и когда ты это освещаешь, ты в первую очередь, естественно, видишь не тех или иных акционеров, которые делят предприятие, ты видишь людей, ты видишь рабочих, вышел на улицу, ты видишь замерзающие цеха, я, я, огромное количество предприятий прошел своими ногами, и поэтому я считаю, что я имею право рассуждать о рабочем классе, о роли промышленности в жизни государства, потому что я на заводах провел очень много времени, на заводах рабочих, на заводах закрытых, алюминиевых, на заводах черной металлургии, машиностроительных, там от нашего Уралмаша до какой-нибудь нефтепереработки, вот, поэтому это очень сильно на меня повлияло, и самое главное, что когда ты оказываешься в таких обстоятельствах, в такой среде, ты наконец видишь, ты наконец понимаешь своим детским умишкам, ты понимаешь, что благосостояние человека или поселка, населенного пункта зависит не от каких-то чудесных, там, магических слов, произнесенных Борисом Ефимовичем Немцовым в Москве, оно зависит от того, работает или не работает теплоэлектростанция, от того, привезен уголь в Сагидас Тузен на местную ТЭЦ или не привезен, от того, пришла руда отсюда или сюда, а самое главное, ты видишь, масштабы промышленного строительства, которое велось в советские годы, на Урале и не только на Урале, какие колоссальные объекты были построены, одна алюминиевая наша промышленность, что такое вообще алюминия, это крылатый металл он назывался, это металл для авиации, дубоксиды у нас добывались и электроизные ванны строились не для того, чтобы гнать чушку, как сейчас, на экспорт и даже не для того, чтобы делать фольгу упаковочную, а для того, чтобы производился дюралюминий, сплавное производство самолета, для того, чтобы был щит, в конце концов, на родину, когда все это понимаешь, я понимаю, что 4 гидролизных завода, которые в Свердловской области в 90-е годы производили исключительно спирт, разливавшийся в виде водки и продававшийся из подполы, что эти 4 гидролизных завода когда-то были интегрированы в ту же производственную цепочку и производили там авиационный антиобъединитель, предположим, когда ты понимаешь, что все вот это вот сложное, невероятно сложное и интересное, научно-техническое сооружение, которое Советский Союз из себя представлял, что оно разбито, разграблено, растащено по углам какими-то крысами, какими-то ничтожными людишками, какими-то просто мерзавцами и проходивцами. И когда люди, я не могу забыть, там, город Михайловска, Нижнесердинский район Свердловской области, там находился крупнейший в Европе фольгопрокатный завод, который производил фольгу толщиной в сотой доли микрона. На нем стояли гигантские прокатные станы производства немецкого концерна Manosman. Они были куплены в 85-86 годах. Это миллиарды, миллиарды затраты по сегодняшним, значит, в данный момент инвестиций. Да, они были вложены, эти деньги, этот завод должен был работать, и он рухнул. Он был продан какими-то прощелыгами, какими-то прощелыгами, уехавшими за границу и вывезшим туда все свои деньги. Но я-то видел людей, которые этот завод воспринимали как своего ребенка. Я видел главного инженера, который в размороженных цехах сосульки свисали с потолка и на улице было минус 20. Ходил с распахнутым горлом и я спрашивал, почему вы не уезжаете? Он закончил уральский политехнический институт, он был комсомольцем, он строил это предприятие, он мог найти работу в других местах. Он говорит, я не могу бросить этот завод. Я не могу. Его жизнь это этот завод. Я видел таких людей, одержимых в день технического научного прогресса, которые свою жизнь принесли на Алтай вот этого социалистического строительства. И когда ты встречаешься с такими людьми, когда ты едешь на БАМ, я трижды был на БАМе, я проходил Северомойский тоннель, вот, и я видел множество таких объектов во всей стране, я объездил всю страну впоследствии, потом я так начал работать, потом пришел в Вести и уже на БАМе побывал от Вестей и в других регионах побывал от Вестей. Когда ты видишь вот это, когда ты встречаешься с такими людьми, когда ты разговариваешь с атомщиками, когда ты приезжаешь в закрытые атомные города, они тебе рассказывают, кто это был Лаврентий Павлович в Берии, что он сделал для строительства атомного щита, чего ты никогда не знал, они вот почему-то ни одного слова плохого о Берии не услышите ни в одном атомном городе наш, будь то Железногорск или какого-нибудь Заречный или Озерский. Я перебью тебя, я прошу Марину, ведь вам как историкам будет, кстати, интересно. Я был на 85-летию Николая Ивановича Рожкова, ну, это председатель и подарил ему, среди прочего, книжку Дениса Кобы Лаврентия Берия, за что его не любят. А Денис, это мой товарищ, который в 2002 году засчитал диссертацию государственной деятельности Берии в 1939-1953 годах по архивам ПСБ. Ему, кстати, ПСБшники 10 лет дали подписку, они выйдете. За то, что он работал очень хартик. Я, когда в Мерию в мой тупик, вам не расскажут. Я когда стал председателем Совета Министров в сентябре 85-го года, моя первая поездка была в Норильск. Ну, я приезжаю, естественно, все руководство от первого секретаря, а там директор, генеральный директор Норильска вот этого комбината, он вообще по статусу это был ничуть не министр. Ну, да, практически этот, но... И они, значит, его провели по цехам и так далее, обязательно, значит, заводили музей заводской. И он говорит, я захожу в заводской музей и чуть в обморок не падает. Висит портрет Сталина, Берия, Николай Иванович, он говорит, у меня чили-то отвисло, он говорит, а это что вообще такое? А он говорит, а генеральный директор такой прожженный, производитель говорит, а, Николай Иванович, это у вас там, в Москве, на Сталина и Берия, бочки кали, а у нас, как писели, портреты, так и будут висеть, потому что мы знаем, если ни тот, ни другой, ни нашего комбината не было бы ни ядерной мощи страны. Понимаете? Это вот ощущение, это же говорить не просто, знаете, как пропагандиста, человек от Сахи, когда ты видишь вот это все, да? Это мне сказал, кандидатеса, это и он естественно понял, он умный человек, он тем более интеллигентный. А Рашкова же сам, уралмашем был. Уралмашем он был, слушай, уралмашем он был, слушай, уралмашем он был, когда его к адрогу приглашал значит, должности первого драма председателя Госплавной ССР Бакова на должность секретаря ЦК по экономике, специально по нему учрежденному в ноябре 82 года. Ему Рашков говорит, Леонидович, я ни дня не работал в партийном аппарате, какой я секретарь ЦК по экономике? А он говорит, мне тут и нужен, не партийная пара, а производственная, потому что я внимательно изучил вашу диагноз, он же 15 проработал генеральным директором, уралмашем, потом был заменитель оборонной промышленности, потом был первый завести, как сказать, в условиях, экономик образовалась, внутри. Другое дело, что он попал, что называется, как кур, в общем, я просто знаю историю. Ну, да, 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 расскажу. И вот, когда ты видишь таких людей, с которым, по-своему, ты просто пигмей, ты, у тебя, в голове, не знаю, то лед тает, то ли шестеренки хрустеть, да, и постепенно, вот это вот все, чего, извините, я должен был в 96-м году сдавать историю 11-классникам по книжке-ледокол. Это не шутка и не преувеличение. Она была у нас учебным пособием, так же, как книжка вот этого Николая Верха. И я помню, что я, я своей учительнице Марине Ивановне доказывал, что там советская экономика не была заведомо несостоятельной, что там не было банкротства, который еще в 60-е годы, якобы случилось. Я доказывал не потому, что я знал. Я просто бодаться любил. Вот. Я не знал, из-за чего я бодаться. Мне не нравилось, что мне вот это внушает. Вот внушают и внушают, навязывают на нога вот эту солому. Вот. Но по прошествии времени я понял, что я был прав. Я даже не знал, что я прав. Но я правильно бодался. А потом, когда я уже на пятом курсе уже оформившимся, уже, 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 если вы спрашиваете, когда мои убеждения сформировались, они сформировались с первого по второй курс, по крупному. Я не знал ничего о Марксе, о Сталине, о Лене. Ничего я не знал об этом. Но я знал, что разрушили гигантскую страну. Я знал, что ее залили кровью. Я знал, что пришли какие-то ублюдки по сравнению с теми просто исполинами, которые создавали эти предприятия. Мое сердце переполнилось с одной стороны болью за тех людей, которых я видел, с другой стороны, ненавистью к тем, кто это устроил. Вот. И тогда мои убеждения стали затвердевать. Они сформировались тогда. Они не изменились за эти 20 лет ни на букву, на самом деле. Они конкретизировались. Я стал больше соображать. В теории не до конца еще соображать, но больше стал соображать. Но вот эти вещи, они остались с тех пор неизменными. Но, когда я на пятом курсе пришел, сдаваясь в ссоре уже на журфаке, выпускаясь, перед дипломом, у меня опять произошла стычка, потому что моя преподавательница, мне был дан билет причины распада Советского Союза. Вот. И я сказал, что среди прочих причин я должен был ответить, как нас учили. Если бы я хотел на лекции, я бы знал, как нас учили, но я слабо не ходил. Вот. Я должен был ответить, что это значит советская ущербная экономическая модель не вычеркала гонки вооружений и так далее. А я начал рассказывать про Афганистан, а я уже побывал на границе от Пакистана и Афганистан. Я уже говорил с маршахедами, которые рассказывали мне о своих американских инструкторах, которые учили их пользоваться, стингеров. И я вот этой тёте рассказывал, я уже был корреспондентом вести. Я просидел 45 дней на границе Пешаварина, где Руцкого в свое время посвятил. И я понял, что я всегда должен воевать, чтобы вокруг меня всегда будет среда, которая будет стремиться меня протушить. И это лишь распаляло желание с этим бороться. Что касается того, то есть вот откуда это взяло себе. Если, понимаете, в жизни было немало обстоятельств, немало ситуаций, когда можно было бы от этих убеждений отказаться, когда можно было бы схитрить и отречься, скажем, поучаствовать в шельмовании Сталина на телевидении. Такое происходило. Я не делал этого. И слава богу, руководство мое было достаточно мудрым для того, чтобы не принуждать меня к этому. Я не делал этого сознательно, потому что это означало для меня предать тех людей, те голодные глаза, которые я видел тогда в 99-м году. Которые сопровождали меня повсюду. Даже когда я приезжал на войну, мы делали о чеченской истории фильме, когда я разговаривал с дагестанцами простыми в 99-м году, я везде слышал одно и то же. Три алкаша развалили страну. Здесь было все. Здесь был завод Дагдисель, здесь был завод Красный Молот, здесь был завод, я снимал коспический завод Волга, где производились и испытывались, точнее, производились на Нижегородском Соромов, но испытывались на каждой экранопланы. Вы слышали о таком? Да, экранопланы? Берия, кстати, был, по-моему. Нет, это был Ростислав Алексеев, руководитель Нижегородского КБ. Да, да. Берия был Таганровне, да. Вот, но не суть важна. Потом я приехал на Украину, я разговаривал с Федором Муравченко. Вот мы говорим о цене индустриализации, главный конструктор КБ «Прогресс», если я не ошибаюсь, который при заводе «Моторсич» и двигателестроением занимался современник в сталинской коллективизации и индустриализации. Он современник, мне рассказывал о том, как он видел эту индустриализацию. Почему без индустриализации защитить Украину в войну было невозможно? Если бы коллективизация не произведена была, то нельзя было бы накормить Харьковский тракторный завод на рабочих, которые на нем трудились. И, короче говоря, вот мои убеждения крепли по мере того, как я видел все больше живых людей, свидетелей той эпохи. Когда я приезжал на БАМ, меня принимала семья, интернациональная семья, состоящая из армянина. Армяно-азербайджанская семья, я не помню, какой национальный мужик, какой же... Но это было возможно в Советском Союзе. Там не обязательно был Сунгаид, там не обязательно был Карабах, там не обязательно была резня. Там были... И я видел эту комсомольскую состарившуюся дружбу и этих людей, которые не предали то, ради чего они приехали на БАМ. И для меня изменить этим убеждением, начать говорить что-то другое, означало предать этих людей. Это то, на что я оказался, слава Богу, не способен. Пока не способен, потому что человек живет в ситуации ежедневной борьбы с самим собой. Вторая часть вашего вопроса, и снова извините за то, что длинно... Спасибо вам. Да, конечно, конечно. Пожалуйста, и спасибо вам за вопрос. Довольте, друзья, повидим. До встречи опять. Давайте, как раз. Вторая часть вашего вопроса, сколько таких людей, я думаю, что их не так мало, и не надо думать, что их мало. И смысл моей работы заключается не в том, чтобы пробристать, не знаю, сорвать какие-то аплодисменты с чечеткой на сцене, а в том, чтобы таких людей, не таких, как я, людей, а вообще людей, которые мыслят похожим образом, чтобы их становилось больше, чтобы когда вдруг по какой-то причине мой голос не станет слышным, чтобы этот голос не стих, чтобы появились другие люди, молодые люди, которые сделают то же самое, которые будут говорить лучше, красивее, круче, интереснее, чтобы это не погасло, понимаете, чтобы если декабристы разбудили кого-то и Герцен, кого-то и Ленин, и Сталин, кого-то по очереди будили, то и мы должны кого-то разбудить, кто-то должен прийти за нами. Я уверен, что такие люди придут, по крайней мере, вот по результатам наших вот этих нескольких телевизионных проектов, по промежуточным их результатам, мы видим, что такие люди появляются, молодые ребята, ребята 20, иногда даже младше, лет приходят к нам и иногда они заставляют нас молчать, потому что они лучше соображают в истории, они лучше соображают в теории, чем я, я сижу их слушаю, я радуюсь, потому что они есть, я понимаю, что они есть не потому, что я сказал, а потому что это вот непереребаемая логика истории, они все равно будут появляться, такие люди. Ну и что, наконец, последнее, вы говорите о качестве, производимого продукта и о деньгах, которые на это тратятся. Все зависит от того, какой продукт. Некоторые фирмы производились и для ВГТРК, и большинство, конечно, для ВГТРК. И всегда эти фирмы совпадали, тональность этих работ совпадала с тем, что я думаю и хочу сказать. Будет то история об Украине или фирма о кризисе мировой экономики, неважно. Но вот последний звонок это фильм, на который никто ничего. Это фирмы сняты минимальными средствами, собранными самими людьми. И это доказывает, что сегодня для того, чтобы создавать... Конечно, мы не можем соревноваться, вы говорите, журналисты стали с котами, с волочами, если по-русски, без экибоков. Это так. Но с другой стороны, посмотрите, голос этих официальных, даже официозных журналистов, он практически сегодня неразвлечим на фоне возрастающего гула, который слышен из интернета. И сегодня, еще вчера никому не известный мальчик, по фамилии Дудь, или как его зовут, становится самым главным вверх в стране, куда бегут кандидаты в президенты. Какое там телевидение? То есть, вот этот вот научно-технический прогресс в сфере средств массовой информации, он на самом деле уравнивает шансы Давида и Голиафа. И через какое-то время получить массовую аудиторию, оказывается, возможно, совершенно не имея за спиной покровительственного похлопывания крупного телевизионного холдинга. Вот вы говорите про смену социально-экономической информации. Полностью согласен, но если вот вкратце и очень упрощенно, да, то получается сменить капиталистическое потребление на социалистическое. Может, стоит еще как бы, ну, копнуть чуть глубже? Первый источником советского государства, советской формации является идея, идейная одухотворенность, что она предшествует изменениям в базисе. Эта идея неверная, эта идея, если так можно выразиться при всей тавтологичности этой формулировки, идеалистическая. Она ни в коем случае ничего общего с мировоззрением большевиков не имеет. Она, ими была бы тут же заклеймена, как разновидность реакционности, да, метафизики. Нет, ну была, вспоминаю, перед войной, Первой мировой, там была борьба Лейна с социалистами и ликвидаторами. И там как раз... Советский союз. Ну, позвольте, я теперь, да, закончу. Сейчас, сейчас, подождите. Он как раз писал вот эту свою знаменитую работу «Материализм и империум и сиция». Ну, вот это та работа, которой, в сути времени, критически не хватает. Да, критически. Если эту работу приложить к движению Кургиняна, от этого движения не останется ничего. Потому что вы утверждаете очень простую вещь, да, что желание добра, что наполнение человеческой головы и души первично по отношению к тем обстоятельствам, которые формируют мировоззрение. Это не так. Большевики стали большевиками в первую очередь потому, что таков естественный ход истории, таков прогресс исторический. Развитие производительных сил и производственных отношений. И это могли бы быть не большевики, это могло бы произойти не в 20 веке, но это неизбежно произошло бы не потому, что Маркс сострадал немецкому рабочему, не потому, что Энгельс был человеколюбивым философом или предпринимателем, а потому, что таков закон развития базиса. Первоначально то, что определяет сознание, – это материальный мир. Материальный. Когда мы говорим «материальный мир», мы не имеем в виду материальную выгоду, мы не имеем в виду наполнение кармана, мы не имеем в виду материальный интерес. И когда я сострадал рабочим в Михайловске или Артемовске или в Северо-Уральске на Бокситовом руднике, речь не о том, что я такой сострадательный человек. Речь о том, что в определенных обстоятельствах материальные обстоятельства формируют мировоззрение. Материальное. Бытие определяет сознание, а не сознание определяет бытие. Тот, кто утверждает, что сознание определяет бытие, является метафизиком. И занимается в сущности... Подобщиной. Да, он занимается тем, что он уводит людей от классовой борьбы. Он уводит их от осознания того, что первопричина их страданий или радостей, это то, как организовано общество и экономические отношения в этом обществе. Экономические отношения в обществе. Ваши сторонники любят при этом ссылаться на конфликт большевиков с экономистами, на экономизм, на полемику об экономизме. В начале 20 века. Это абсолютно ложный довод. Это абсолютно ложный аргумент. Потому что мы не говорим о том, что все от экономики. Мы говорим о том, что все от отношений производительных сил и от производственных отношений. Это не экономика. Это не исключительная экономика. Это гораздо больше. Когда мы говорим о том, что учитель какой-то в школе молчит, а какой-то говорит, понимаете, да? Когда мы говорим о том, что женщина какая-то выставляется на рынок как товар. Да, это происходит не потому, что женщина такая, а другая, допустим, себя не продает, потому что она честная и хорошая и прочитала книжку Сергея Ирландовича Кургиняна. Это происходит потому, что так сформированы общественные отношения, что женщин продавать выгодно. И происходит одно и то же в десятках и сотнях городах по всей стране и по всему миру, когда общественные отношения формируют общественное сознание и толкают сотни и тысячи женщин на панели. Понимаете, вот в чем принципиальная разница. Кто-то идет же, а кто-то не идет. Это один из причин трагического бедственного положения угнетенных классов. Понимаете? Это бедственное положение связано не с тем, что кто-то прочитал или не прочитал книгу, а с тем, что кому-то принадлежат средства производства, а кому-то они не принадлежат. Конфликт в Советском Союзе труда и управление вы признаете или его не было по вашему? Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Что значит труда и управление? Ну, в капитализме есть конфликт труда и капитала. А в Советском Союзе сформировался фактический конфликт труда и управление. Вы хотите, чтобы мы поговорили на темы, поднятые Троцким, в его работе о гибели революции, о том, произошло ли складывание бюрократии в отдельный класс? Что называется Варка в своем завещании? То, кто писал? Варка. Евгений Самовилович Варка? Да. Это академик-экономист? Да. Но он не совсем то писал. Ну как? На завещании, которое попросило опубликовать через 25 лет описывать ситуацию. А вы, первоисточник, видели этого завещания? Первый источник, к сожалению, нет. Но есть такая критика, научная критика источника. Сейчас у нас, извините, аж три тома дневникова Берия вышло. Понимаете? То есть надо понять. Вот вы говорите, я читал завещание Варки, а вы первоисточник видели? Вы провели научную критику источник, чтобы понять, что действительно письмо написанное Варкой, что там бумага, извините, не 1983. А я вам об этом и говорю. Послушайте, когда вы начинаете ссылаться на какой-то документ, вы должны сослаться на тот документ, который прошел научную апробацию. Он не согласен. Так вот я вас и спрашиваю. Вы где читали это письмо Варки? Я об этом завещании не слышал. Понимаете? Я знал прямо из огромной записки Варки. Но она хранилась в его архиве и хранится, по-моему, в имперском архиве сейчас в Петербурге, да? Вот это я знаю. А вот о завещании Варки я первый раз слышу просто. Поэтому я вам говорю, вы ссылайтесь и базируйте свои знания на, может быть, фейковом документе. Вот у нас, извините, подождите, подождите, по интернету у нас не так давно распространялось знаменитые, значит, Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, да причем Петербурге, это вообще Кащенко, это... Нет, я имею в виду стенограмма, якобы стенограмма допроса, значит, декабристов, одного из декабристов, этим... Иван, этим, как его, Александр Хрисакович, Бентендортов. Ну, любой историк, даже не ошкольный учитель, да он даже по стилистике, вот, ну, того, что там написано, уже скажет, что там обороты речи, там термины, которые вообще не характерны для первой четверти 19-го века, понимаете? Либо их вообще не было, либо они родились гораздо позже. И это потом по всем соцсетям стали постичь, как, значит, по ним... Вот я вам о чем говорю. Я даже не спорю, просто вопрос о родственниках, это как один из источников, мы же знаем, что были определенные, ну, партийные дачи, да, там... Слушайте, а вы были на партийной даче? Я вам рассказываю, что такое партийная дача. Я с Жириновским из Юганова в 96-м году летал, ну, во время предвыборной кампании. Сам напросился, мне было интересно, тем более я коренной москвич, у меня родственников вообще нигде и никогда не было, и я России, собственно говоря, не знал, поэтому я полетал там и Пензы, и Липецк, и Пятое-десятое. Мы в основном ночевали на этих самых обкомовских дачах. Фанерные, деревянные, двухэтажные домики. То есть это все миф? Это только по сравнению с тем, что сейчас имеет, извините, там какая-нибудь там зефира или там, ну, кто угодно. Это вообще халупа, халупа. Вы просто что хотите спросить, понимаете, если вы говорите о том, были ли противоречия в Советском Союзе? Безусловно, были. И что? Они не антреологические. То есть как это связано с вопросом, который был задан до этого? Что были противоречия? Вот их же надо как-то... Ну, были. Противоречия означают, вы знаете, наверное, известное изречение, да, что по мере приближения к коммунизму классовая борьба возрастает. Классовая борьба в Советском Союзе была проиграна. Она проиграна была классом пролетариата, классу буржуазийно, рождающейся. Этот класс буржуазийно родился не потому, что он книжек не дочитал, понимаете, не потому, что недостаточно спектаклей Кургиняна ставилось в театр, а потому, что были изменены общественные отношения, потому, что не был преодолен товарный характер производства внутри Советского народного хозяйственного механизма. Понимаете, в этом причина. Это и есть примат бытия над сознанием. Это и есть примат материальных причин над субъективными разглагольствованиями. Вот я об этом вам и говорю. Если вы хотите сказать, что советская элита обуржуазилась и обюрократилась из-за того, что ей не хватало какого-то там Маяковского в одном из ушей, а в другом Роберта Рождественского, это придятельно. Она обуржуазилась, потому что буржуазин был буржуазным, элементы буржуазного производства были сохранены в самой структуре народного хозяйства. Товарное производство не было преодолено. Вот ключевая причина. Это то, о чем, к сожалению, многие из членов движения «Суть времени», с которыми я поддерживаю товарищеские отношения, которые, кстати, помогали реализацию проекта «Советский последний звонок», к сожалению, не хотят говорить и слышать. Но многие догадываются, многие понимают, что это хождение, значит, кругами с единственной целью не допустить разговора по сути, по существу. Суть сосредоточена в том, о чем я сейчас сказал, в классовой борьбе, в противоречиях между трудом и капиталом. Эти противоречия проходят не по книжной полке, они проходят не по количеству прочитанных книг и не по наполнению индивидуальных сердец. Эти противоречия связаны в первую очередь с противоречиями в форме собственности на средства производства, точнее в отношениях к этим средствам производства и в товарном характере производства. Вот это ключевая непреодоленная проблема. Сталин не случайно писал последнюю работу «Проблемы экономики». «Экономические проблемы социализма в СССР». И потом, по воспоминаниям всех практически членов рабочей группы, по учебникам, он им говорил неоднократно, что нам нужна теория. Без теории нам смерть, смерть, смерть. Ведь теоретически марксизма, ленинизм, условно говоря, они ведь главным образом исследовали капитализм. И лишь какие-то сделали очертания будущего социалистического общества. Ленин плюс создал, условно говоря, механизм прихода к власти в тех исторических условиях. И все. Возьмите его, например, размышления по поводу НЭПа. Ту же статью о значении «Золото теперь и после полной победы социализма». Или, например, статью о продуманном налоге, или о кооперации. Да он в течение одного года вот так вот поменял свои представления о методах строительства социализма. Не о социализме, как общественном строе, а о методах. В одном случае он пишет, что для нас постепеновский реформаторский подход к решению коренных хозяйственных задач является основным и главным. Это тот самый реформизм, с которым он неистово боролся во время борьбы с Берштейном и другими ревизионистами. А потом он пишет в статье о кооперации. Для нас простой рост кооперации тождественен. Я подчеркиваю это слово. Не равен. А тождество. Тождественен на росту социализма. Почему? На данном этапе. В христианской стране простой рост кооперации тождествененного росту. Потому что это приближает к следующему графу, к коллективизации. Так вот тут надо... А у нас не было эти теории. У нас не было теоретик в уровне Ленина и Сталина. А у нас сегодня... А у нас пришел идиот Хручок, понимаешь? Женя, у нас сегодня происходит что? Выхватываются цитаты. Да. В чем диалектичность подход? Что такое диалектика? Это способность познавать мир в движении. Сегодня так, завтра вот так. Послезавтра вот это, в зависимости от материальных обстоятельств. Почему? Не от того, что постмодернизм и постмодерн, и постмодерн в театре там на досках. Не по этому. Вы извините, я так раздражаюсь, потому что это очень сильно уводит людей от теории. Почему, кстати, Ленин Бухарина и называл кабинетом теоретиком? Понимаете? Потому что он шел-то о голой теории. И у нас вот так... Я уж не говорю про дурака Хручева, Брежнева, который... Какой там Ленин? Ну, Брежнев хотя бы в открытую говорил своим, так сказать, ребятам. Говорит, ну не делайте из меня теоретику. У него хотя бы хватало ума. А остальные-то на что претендовали? А вся вот эта сволочь, которая при Горбачеве потом стала прорабами перестройки, именно они задушили всю вот эту вот, условно говоря, разработку. Политэкономию, конечно. Понимаете? Окопались там внутри ЦК, и потом по команде вся эта сволота вылезла. И окапывалась она не просто где-то. Она окапывалась у того же Андропова, в одном международном отделе, во втором международном отделе, у Пономарева и так далее, и так далее. И все они затаились. И Брежнев, будучи человеком мудрым, он же говорил, это мои социал-демократы, это не большевики, это мои социал-демократы, это меньшевики. Понимаете, о чем речь? Они и сдали Советский Союз. А сдать Советский Союз при таком идиоте, как Горбачев, а он в прямом смысле комбайнер. Но это было проще парен и репа. Я вам просто один эпизод из личного контакта с Михаилом Сергеевичем приведу. Я ведь до 2011 года с ним очень тесно общался. И хорошо его знал. И в год мы встречались по несколько, а то и несколько десятков раз. А потом, когда мне попался один документ, а потом другой документ, а потом третий, когда я писал свою книгу, то я вам очень увидел, что Михаил Сергеевич и себя белую овечку строят. Что они запланировали все то, что они творили. Что записка Яковлева от декабря 1985 года, где он уже тогда предлагал разделить партию на две и разломать советскую власть в череде пост президента. И что такое учреждение поста президента? Это разломать советскую власть, всю вертикаль власти, понимаете? Ведь Ленин в своей статье, вернее, работе государственной революции, он же не случайно работал над этой проблемой. Что такое совет и что такое советская власть? Понимаете? Я просто считаю это очень важным вопросом, который требует публичной дискуссии с представителями Сути Времени. Я считаю, что в движении Сути Времени очень много честных и искренних людей, которые введены в заблуждение. И я при этом отношусь совершенно беззлобно, пусть злоба и слышится в моих словах, и к Сергею Ирвандовичу, и к его супруге, и к самому объединению. Они приглашали меня, к сожалению, я не сумел посетить ваше мероприятие. Но я злюсь не на людей в данном случае, я злюсь на саму ситуацию, на саму идеологию, которая идеологией в сущности не является, которая сейчас выполняет деструктивную роль. Она вот всеми способами... Деструкция в уведении от теории. Разговор о постмодернизме заменяет разговор о классовой борьбе, если коротко. Мы же не отменяем... Нет, вы не отменяете... Вы вместо... Вы подменяете. Вы не говорите о классовой борьбе... Нужно менять общественно-экономическую формацию. Нет, вы не говорите о том, откуда она взялась. Вы не говорите о том, каким способом можно с этим бороться. Вы занимаетесь борьбой со шлепками. Закон о шлепках, борьба с ювенальной юстицией. Это не классовая борьба. С этим надо бороться через призму классового подхода. Нужно объяснять, что ювенальная юстиция – это инструмент в руках правящего класса, класса капиталистов. Не борясь с правящим классом, победить ювенальную юстицию невозможно. Ювенальная юстиция плоха не тем, что она ювенальная юстиция, а тем, что она инструмент в руках капиталистов. А в результате все приводится к чему? Потому что ваше движение начинает напоминать какой-нибудь федоровский нот или концепция общественной безопасности или прочие сектантские объединения. Когда энергия людей, их праведное возмущение выплескивается в абсолютно непродуктивное русло. Их заставляют стоять с пикетами, которые ни к чему не приведут. Невозможно стоять овце с пикетом перед носом у волка. Это бесполезно. Понимаете, в чем дело? Ничего это не меняет, абсолютно. Ничего это абсолютно. Ничего не отменено. Да ничего не отменено. Все работает так же, как работал. На моих глазах десятки случаев, когда детей изымали из семьи, просто потому что их родители являлись профсоюзными активистами и пытались возражать против каких-то процессов. Есть такие факты. Есть такие факты, да. Вы не отбиваете этих детей. Нет, то, что вы делаете в данном случае, это прикладывание подорожника к разверзнутой иране. Понимаете, в чем фокус? И дело не в том, что подорожник плох. И дело не в том, что не нужно критиковать конкретные меры буржуазного правительства. Дело в том, что вы не указываете, и в ваших выступлениях, в особенности выступления вашего лидера, не указывается истинная причина происходящего. Рисуются кружки, нолики, говорится о том, что эгрегор, там, макгрегор и прочая ерунда. Это не имеет никакого отношения к реальному положению вещей. Это запудривает людям мозги. Я с огромным удовольствием, с любым из представителей вашего движения, встречусь в очной дискуссии для того, чтобы эти предрассудки развеять. Не согласны с вашей позицией? Вам сказали, что вот, а у нас да и классы, вы говорите о классовом ВК, а у нас уже и классов-то нет. Ну, вы же сами знаете, вы так спрашиваете, как будто вы знаете ответ. Но мне интересно услышать, что вы думаете. Ну, как классов нет. Классы определяются неимущественным положением. Классы определяются не с мазливостью лица. Классы определяются не том, в какой одежде ты ходишь и на каком автомобиле ездишь. Классы определяются твоим отношением к средствам производства. Почему я вот критикую товарищей из движения «Суть времени», потому что они этот вопрос замалчивают. А это принципиально, это главный вопрос. Это та самая линейка, с помощью которой можно определить, где ты и где твои оппоненты, где твои противники. Понимаешь, если завод принадлежит капиталисту, то ты, работающий на заводе, принадлежишь к классу пролетариев. Нравится тебе слово «пролетарий» или не нравится, ты будешь эксплуатируемым при любом стечении обстоятельств. Поэтому классы никуда не делись, их никто не в силах упразднить. Никакой осмолов, переписавший учебники, не отменит ни классового деления, ни классовой борьбы, ни противоречия этих. Противоречия невозможно отменить, их можно снять. И снимаются противоречия, вы знаете, в результате чего, как правило. Поэтому говорить можно только об этом. И каждый раз, когда я слышу это, а мне приходится на эти вопросы отвечать по 10 раз на дню. А ты ленинское определение классу, дай ему. Вы, кстати, вот мы, кстати, это учились. Дай, 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 ленинское определение. Знаешь ленинское определение классов? Классы – это большие группы людей, которые различаются между собой. Вот как учили в советской школе, я с спорой помню определение. Различаются между собой. По их отношению к собственности, по месту и роли в организации общественного производства, по форме и способу присвоения прибавочного продукта. Классическое ленинское определение классов. Покажи мне хотя бы одно из этих положений, которое устарело. Я более того скажу, вот здесь сидят студенты и мои коллеги, которые хорошо знали Наталью Арделеоновну Проскурякову, Царствие Небесное. Она выпустила очень неплохой учебник для вузов по 19 веку. Я читал, причем она выпускала его уже как бы, она потом ушла в высшую школу экономики, и надо было соответствовать. Поэтому, естественно, все вот эти марксистские, так сказать, формационные теории, они выброшены были за борт. И они перешли вот на эту так называемую цивилизационную теорию, или модернистскую теорию. Хотя, кстати, я вот сам об этом, ну, в институте не узнал, я узнал об этом позже. Вы знаете, кто вообще формационную теорию изобрел? Как вообще классовую теорию? Нет, формационную теорию кто изобрел? Это же не Маркс Сенгельсом изобрели. Это историки французские эпохи реставрации. Нет, это же три источника марксизма. И когда Ленин написал о трех источниках марксизма, надо было бы указать еще и четвертый источник. Понимаете? Формационную теорию. Но я возвращаюсь вот к тому, о чем я говорю. И Наталья Ардалионовна там в своей книжке, вот, она написала, что классовая структура русского общества стала складываться только в середине 19 века. В отличие от сословной, слушайте, но дело в том, что сословная структура, она характерна исключительно для феодального общества. Более того, в феодальном обществе существуют правовые регуляторы, ну, условно говоря, вот этой сословной структуры, да? Возьмите там ту же жалобную грамоту, дворянство, да? А почему в сословном обществе не может быть классовым? Подождем, я об этом говорю. Но дело в том, что до феодального общества существовало и рабовладельческое общество. Конечно, нам они манифесты открылись. Поэтому классовая структура это вещь объективная. А сословное деление это как раз вещь, условно говоря, субъективная. Потому что если в обществе существуют нормативно-правовые акты, которые регулируют сословное деление общества, и наделение каждого сословия своим набором прав, обязанностей и, условно говоря, всего остального, то оно существует. Вот у нас сейчас есть сословное общество? В правовом смысле. Формируется. Нет. Но дело в том, что оно существует помимо нашего сознания. Но базируется это сословное общество, условно говоря, на классовом делении общества. Потому что вот это вот новая аристократия, условно говоря, которая владеет вот этими самыми целями. И они, почему они побежали в национальный капитал, так называемый, который нам рассказывает, я не буду называть фамилии, мы за Россию, мы патриоты, мы против вот этого глобалистского проекта. Потому что их интересует собственность. Да их интересует, они просто перераспределили в свою пользу. Они почему бегают с этими церебожниками, покупают себе титулы, баронские, грабские и так далее. Понимаете? Потому что монархия возрожденная, она не может существовать без двора его императорского величия. Вот они себе заранее покупают там места. А по сути это на самом деле класс вот той самой буржуазии. Не важно, компрадорская она или национальная. Они там просто в карте перебрасываются и переигрывают. Один с пеной в рационах будет сидеть и доказывать, что он такой уж супер-пупер национальный. Да его сожрут. Если ему заплатят больше, он быстро перекрасится из национального буржуа, в компрадорского буржуа. Вот и все. Ему скажут, вот давай мы у тебя купим этот завод за миллион долларов. Он скажет, нет-нет, это национальное достояние России. А за два миллиона? А за два. Берите, господи. Я вам еще это, как говорится, вот там что-ли там, это елочный гурушку подарок. Да, с этим не паспортно. А люди на это покупаются. Вот в чем дело-то. И начинают искать как-то... И как в Старик. Более лучшего капитализма. Да, вот я сейчас со Стариком тоже снимался вот на той неделе в четверг. Это новая к Коле отношусь, так сказать, с симпатии и так далее. И Коле Старик возглавляет парки и находится вот в тех же гибрих, что вот тут в глобальном мире мы будем строить наш солидаристский капитализм. Понятаете, а солидаристский капитализм, он замешан, мы знаем хорошо, на чем, да? Не директор АТС. Вот я сейчас, кстати, в рамках исторических зарисовок Дмитриевых записывал на продолжение философского парохода. Если кто-то видел нашу беседу, нет? Это наш профессор ССГО. И мы там коснулись этой темы. В том числе Иван Александрович Ильина, в том числе деятельности русского института в Берлине. Ведь что Ильин? Вы знаете, за что Ильина вообще выгнали из германицы? Знаете, нет? Он утверждал, что немецкий национал-социализм недостаточно национальный. Он критиковал немецкий нацизм, германский нацизм. Он вообще считал, что он прекрасен сам по себе. А православия не хватает, да? Ну да, он его критиковал только за то, что там не хватает православия. Понимаете? А у нас этому товарищу... У нас, извините, парад победы начинался с цитаты Ильина. А у нас этому товарищу устраивать торжественные перезахоронения вместе с Деникиным капелем. Президент страны возлагает ему цветочки. Идеология Ильина поднимается на щит. Поэтому мы открываем вливание памяти к Александру Третьему. А параллельно мы открываем на проспекте Сахарова вот эту стену скорби. То есть российскую племянность. Слушайте, ну как вы сидите на двух стульях? Подожди. Фрагулин, сейчас будет памятник. Фрагулин тоже будет памятник Примакову сейчас создавать. С тройки, условно говоря. И так далее. У нас вообще какой-то маразм. Знаете, как в свое время, по-моему, Катков сказал, когда до вот этого выхода, вот этого, ты помнишь, манифест о незыблемости самодержавия, они несколько месяцев никак не могли понять, что им делать, как им реагировать на продолжение террора на родовольцев. И тогда Катков назвал это маразмом власти, понимаешь? Вот у нас в прямом смысле маразм власти. С одной стороны президент бегает, открывает вместе с патриархом вот эту стену плача. Понимаешь? А с другой стороны бегает, открывает памятник Александру Третьему. Это вот как символ некого такого русского консерватизма, понимаешь? То есть вот притечи там, это Тихомеров, значит, это притечи, условно говоря, едины. Понимаешь? Ильин у нас теперь везде фигурирует, как... А вспоминайте Бердяя. Вот у нас сейчас любимая тема, гитлеризм, фашизм. А вы знаете, кто вообще эту впервые вообще повел в оборот вот эту парадигму? Ставит одну доску Сталина и Гитлера, знаете, нет? Бердяя. До войны. Бердяя. Иг вот этого, условно говоря, понятно, да? Которая их издавала, которая их там патронировала. Понимаете? Но никто об этом не говорит. Что мы, доморощенные наши, вот эти все, из философского парохода, они все это сначала. А уж потом, а то мы киваем все там на Меркель, значит, на Мэй, там, на Бориса Джонсона и так далее, и так далее. А вы в зеркало посмотритесь. Мы сами этим занимались, понимаете? А потом удивляются, почему они 23 августа 2009 года объявляют, значит, днем поминовения жертв нацизма и сталинизма. И ставят на одну доску все это. Вот. И начинают на каждый вот этот брос, и чьих реагировать, МИД и так далее. Я сто раз говорил, не надо МИДу вообще, надо вести себя достойно. У нас все время один и тот же вопрос, который нас грызет. Вот этот новый субъект, перед ним, кстати, невероятно сложная задача. Он должен управлять вот этим новым, новым, новым миром, да, который будет. И при этом он должен оставаться абсолютно невосприимчив к тем соблазнам, которые разрушили тот старый субъект в СССР-1, да. Вы под субъектом подразумеваете новую общность? Это новая партия, да, там, партию мы создаем, там, новая элита, да, там, партия, там, элита, да, там, контр-элита, да, то есть. Как сделать так, чтобы не произошло разложение того, что возникнет завтра? Во-первых, нужно, мне кажется, исключить, исключить сам по себе подход, когда вот что-то произойти не сможет. Если мы открываем товарища Энгельса, да, с его рассуждениями о нищете философии, да, то там в первых нескольких абзацах говорится, что все рождается, все происходит, проходит это постановление, все умирает. Нельзя отменить законы диалектики. И вот эта борьба, которая в форме классовой борьбы закончилась гибелью Советского Союза, она до построения коммунизма, грубо говоря, она неотменяема. Нельзя придумать какой-то рецепт, который предохранит новую элиту, вот завтра она появилась, партия, от разлагающего воздействия окружающей среды или непреодоленных внутренних обстоятельств. Нельзя. Это означает, что будет вестись борьба. И то, как ты эту борьбу будешь вести, вот, скажем, в 20-е годы эту борьбу вели по-своему. Был Зощенко, был Маяковский, который с рок-концертами ездил по стране и громил про заседавшихся и разную сволочь бюрократическую, да, велась борьба. Были 30-е, где эти вопросы решались чуть менее, скажем так, публично, но достаточно эффективно тоже. Были 50-е, были 60-е, были 70-е, были 80-е, где-то борьба закончилась. Ведь сказано было, что диктатуры пролетариата нету, создана, появилась единая общая советская народа, она надкласса, она надкласса, нету, да, там есть класс интеллигенция, класс... Но, тем не менее, как бы не было уже класса буржуазии, как объекта классовой борьбы, правильно? Вот, и коль скоро не было диктатуры пролетариата, то, собственно говоря, и борьба эта была сведена к нулю, к 80-м годам. А если учесть вот тот самый товарный характер производства, о котором я говорил, непреодоленный, когда даже крупные концерны государственные внутри этого общихозяйственного механизма вели конкурентную борьбу между собой, да, можно было не иметь капиталистических отношений. Но капиталистическая конкуренция, ее формы внутри этого товарного производства сохранялась. А это значит, что это товарное производство порождало товарное сознание, желание иметь стенку и в конечном счете там встать в очередь за колбасой или за джинсами. Нет, ну, короче, немножко реформа, что в основу-то было положено. Вот, поэтому, если вы ставите вопрос, что будет волшебным эликсиром, мой ответ, ничего не будет волшебным. Больше того, мой ответ еще мрачнее и страшнее. Нет такой общности, которой этот волшебный эликсир можно будет завтра применить. Потому что для того, чтобы эти люди сплотились, объединились, да, какая-то сила, историческая, общественная сила, помимо моей агитации с пропагандой, должна на людей воздействовать, должна повлиять на них. Вот для того, чтобы большевики стали такими истовыми большевиками, какими мы их знаем из произведений советской классики, способных, как Павка Корчагина, уйти там и оставить здоровье на лесоповале, для того, чтобы они были такими, стали такими граждане вчерашней Российской империи, им нужно было пройти через ужасы Первой мировой войны и Гражданской войны. Это стало их образовательными классами, это стало для них школой, это расширило горизонт их классового сознания. И если до начала Первой мировой войны большевиков, проповедовавших вот все эти непопулярные идеи, сбрасывали с моста в реку, то после того, как стало ясно, что большевики оказываются в чем-то все-таки правы, и все-таки бытие определяет сознание, и бытие вырывает поручику Петрову ноги, когда кто-то слюнявит котлетой губы в петербургском ресторане, бытие, а не сознание, не стихи северянина, а вот это вот бытие, разрывающее внутренности, потому что кто-то произвел взрывчатку и кто-то ее продал. И когда это бытие пришло, оно определило сознание, и оно сформировало ту самую многотысячную, а потом многомиллионную рабочую партию. Так вот, я убежден, что законы развития этого бытия неотменяемые, они точно так же сработают в обозримом или необозримом будущем. Они в гораздо большей степени будут способствовать формированию монолитного, неподверженного вот этому буржуазному разложению партийного или надпартийного сознания. Вот, поэтому сейчас рассуждать о том, что бы нам нужно прочитать, как бы нам лучше вычистить свою совесть, как бы нам лучше отречься от западных миазмов и каких-то там разлагающих постмодернистских энди-ворхоловских штучек, мне кажется, это абстракция и утопия. Мы должны заниматься теми вещами, которые окружают нас сейчас. Они как раз и связаны с тем, что нам необходимо в первую очередь реинкарнировать классовое сознание и вернуть людей к пониманию неизбежности, необходимости, неотвратимости борьбы каждого из классов за свои интересы. Вопрос в следующем. Здесь говорилось о том, что создание марксистских коммунистических кружков было объективно, то есть избежать этого как-нибудь образа объективно было невозможно, то есть события объективно развиваются. А как определить объективно события, это возможно предварительно или невозможно? В частности вопрос, то есть распад Советского Союза, он был объективно невозможно его было остановить или его было возможно остановить? И был ли это необходимый этап для развития? Нет, нет, понимаешь, я не утверждаю здесь какого-то фаталического детерминизма. Я не эту точку зрения провожу. Марксистские кружки могли не появиться. История могла двинуться по другому пути. Советский Союз мог не распасть. Для того, чтобы марксистские кружки появились, вот принципиальная вещь, на которую нужно указать. По всей стране, вот если вы откроете подшивку газеты «Искры»… Должен был сначала родиться Маркс. Нет, нет, нет. Если вы откроете подшивку газеты «Искры» или газеты «Правда» с 900 по 1917 год, там всегда печаталась хроника рабочих выступлений. Если вы посмотрите, каков масштаб рабочего движения в этом нарождающемся, бурлящем российском капитализме, то вы поймете, что большевистские кружки, и там большевики далеко не самая многочисленная партия были. Да, и это не самые активные революционеры были. Вот они являлись всего лишь закваской в этом огромном бродящем море. Иваново-Вознесенская стачка, сколько это тысяч человек? 80 или 100 тысяч человек. И даже больше, по-моему, там о сотнях тысяч человек. Этими стачками и забастовочными движениями, и действиями профсоюзов была охвачена вся Российская империя. Это сделали не большевики. Большевики пришли туда, где они были необходимы, в те исторические обстоятельства, где они были востребованы. И в этом вы поставите вопрос, на самом деле, о роли личности в истории и законах исторического развития. Была ли такая личность, которая могла бы нажатием красной кнопки предотвратить крушение Советского Союза? Не было такой личности. Это просто геройским поступком, выхватыванием, извините, меча из трусов было сделать невозможно. Это можно было сделать только коллективным каким-то... Должен был быть субъект, какая-то общность, какой-то коллектив, который в этой борьбе, в этом противоборстве мог бы принимать участие. А выяснилось, что в момент украшения Советского Союза такого субъекта не было. Партия защитить себя не смогла, защищать себя она не стала. Есть тысячи разных причин и множество... Должен, да? Да, множество... Но, извините, все равно, когда нам сейчас говорят, что идея обречена просто потому, что она не вышла себя защищать, это ложь и обман. Потому что, если вы посмотрите на митинги в защиту Советского Союза, которые проходили на центральных площадях в Москве, то они собирали миллионы. Да нет, а что далеко ходить? Ты посмотри, когда нам говорят, что советские люди были против Советского Союза, и он развалился сам собой. Смотрите на итоги референдума. 7,6%. Тут же хитро выхватывают. А вопросник референдума был составлен неправильно. Там предполагалось, что вы голосуете не за сохранение Советского Союза, а за его преобразование в какую-то новую форму. Это все словоблудие. Речь о чем? Речь о том, что все движется. Нет ничего предопределенного. И есть очень небольшое количество ситуаций, когда историю в ту или иную сторону может толкнуть одиночка. Один чей-то палец, одно чье-то движение. Такое, кстати, тоже бывает. Но нельзя сказать, что Гаврила Принцип начал Первую мировую войну, правильно? И точно так же не было такого Гаврила Принципа, который мог бы прикончить Советский Союз или спасти Советский Союз. Советский Союз погиб, распался по ряду обстоятельств. Эти обстоятельства связаны и с предательством, и с разложением декомпозиции классового сознания, и с тяжелейшими потерями, которые Советский Союз понес в Великой Отечественной Второй мировой войне. Если вы обратите внимание, какие законодательные акты инициируют Политбюро в 1987-1988 году, то вы увидите, что там шло тотальное разрушение именно модели социалистической экономики. Например, отмена монополии внешней торговли. Например, отмена монополии банковской деятельности. Создание декоративов. Ну все, понимаете, там прям подшаговая инструкция по разрушению бази. Но понимаешь, мы все равно упираемся вот в этот ключевой вопрос, на котором построена работа Ленина. Я ее призываю прочитать. Она не так сложна, на самом деле, как некоторые философские, как, допустим, наукологики Гегеля, с которыми я до сих пор не справился. Материализм и империокритицизм. Там разбираясь, яйцо или курица, бытие или сознание, идеалистический подход. То есть сначала в головах членов Политбюро вызрела идея все распустить и продать. А как это вызрело у них? Они ходили на неправильные фильмы, читали неправильные стихи. Идея первична. Один подход. Это идеализм. Ничего общего с марксизмом не имеет. Другой подход. Нет. Бытие, разложение, созданное, значит, и Лениным, и Сталином, и остальными, экономической и общественной системы, вызвало разложение сознания. Вот это два разных подхода принципиально. Они несовместимы. Что? Так о том и речь. Ленин же говорит, что представители класса буржуазии, они станут источником для пролетариата революционного сознания. Они будут нести революционное сознание в массы. Это естественно. Точно так же, как при смене рабовладельческой формации на феодальную и феодальную на капиталистическую, каждая новая формация, еще не родившаяся, оплодотворяет. Аристократия идет к буржуазии в момент, когда буржуазные революции начинают происходить в Европе. Аристократия, представители аристократии переходят на сторону буржуазии следующего революционного класса и несут революционное сознание ей. Это не потому, что аристократы внезапно воспылали какими-то просветительскими идеями и они начали сострадать или прочитали стихи Маяковского или Кургиняна. Не поэтому, а потому, что таковы законы развития материального мира и общественных отношений в нем. Вот в чем фокус. Это принципиальная штука. Об этом работа Ленина. Прочитайте ее обязательно. Слушай, я тебе, знаете, напоследок вот скажу интересную мысль, а вы подумайте над ней. Шипилов, по-моему, в своих мемуарах написал, что уже во времена позднего Сталина, это 49-50 год, началось разложение не просто, так сказать, партийной верхушки, а работников центрального аппарата ЦК, например, того же Ильичева и Александрова, у которых, как было написано, они между собой говорят, были маленькие лувры. Понимаете? Ильичев советовал Шипилову денежки вкладывать в картины. Он говорил, это, говорит, на все времена, как говорится, несгораемый капитал. Понимаете? Вот откуда пошло вот это разложение партийной элиты. А при Хрущеве это разложение пошло, что называется, еще дальше. А при Брежневе тоже приобрело необратимый процесс, поэтому и появился Михаил Сергеевич. Он был востребован той партией элиты. Понимаете? Там не Романов был востребован, которого считали сталинистом, ну, слово говоря. А был, почему они и восприняли его приход на ура. И народ тоже понимает. Здесь появляется основной вопрос философии. И в этом вопросе нет промежуточного ответа. Тут можно быть либо на одной стороне, либо на другой стороне. То, что мы являемся материалистами, не означает, что мы отвергаем идеальное. И влияние идеальной природы, или мировоззрения, или сознания человека. Оно взаимовлияет, безусловно. Но мы говорим о том, что является первичным. И первичным... А, все, выгоняют, да? Так, ребята, я прошу прощения, там помогает. Значит, ну, я хочу поблагодарить. Надеюсь, что вы получили ответы на ваши вопросы. Вот. И, кстати, Дмитриевичу огромное спасибо. Извините, что я повторевался своими комментариями и ответами. Спасибо, да. Но я просто думал, что это была такая свободная дискуссия. И, может быть, мои ответы тоже чем-то вам даны.